привет привет всех рад видеть друзья мои ну что сегодня у нас разборы очередные наша задача сегодня обсудить ваши точки роста можно обсуждать и лично и бизнес и любые другие темы которые вам позволят собственно вырасти в доходе в результатах жизни вот и в конце собственно дам предложение кто-то из вас уже услышал вот кто-то нет вот расскажу собственно чем дело и дальше со всеми этими осознаниями на сайтами да поделюсь собственно описание своей программы которые я вам предлагаю пройти до на трехмесячные там эссенция всего того важного нужного что я изучал в сфере маркетинга бизнеса психологии тренингов и так далее формат разборов для тех кто не проходил еще раз какой то есть мы значит обсуждаем собственно ваш запрос я использую разные методы для этого вот у меня в арсенале их много вот собственно задача вам помочь ни в коем случае нет задачи вас там как-то оскорбить унизить там сделать вам больно даже сам кажется что это как-то тяжело и как-то непонятно это на благо вам поверьте мне вот вы меня не первые даже не сотые не тысячные вот поэтому собственно все что здесь будет происходить она все ради вас даже если вы не успели пойти на разбор обязательно сидите слушайте выписывайте инсайты мысли да потому что любой разбор любого человека здесь он так или иначе как-то про вас вот потому что люди не случайно притягиваются ко мне люди не случайно заходят конкретно какое-то поле вот поэтому давайте сегодня сделаем максимально продуктивный разговор для каждого из вас хорошо можете поставить плюсики если вы с этим согласны в чатик вот хорошо кто хочет сейчас быть первым можете там голосом как-то себя обозначить макс привет привет слушая я просто предыдущий формат не смотрел как ситуация да нужно рассказать ну представься расскажи про себя собственно вот и дальше к твоему запросу да ну смотри мы меня леонид зовут мы с тобой уже не первый раз соприкасаемся помочь мне вот смотри как бы сейчас моя жизнь складывается интересно я же военнослужащий да и вот тебе обращался хотел параллельно развиваться маркетинге чтобы потом с армии уйти и в общем в новую жизнь вступить не сейчас вот так интересно последний год у меня контракт закончился ровно почти год назад и вместо того чтобы жизнь моя стал лучше участвовать начинается все обстоятельства течение года складываться так что жизнь на этом ухудшается то есть на службу меня приезжали так что просто вообще даже работать не могу достаток мой там определенные надбашки тоже убрали и я вот сутками дежурю и вот ну понимаешь как то интересно да такой может быть ты в какой-то такой похожей ситуации был что вместо того ожидаемого какого-то роста и улучшения то есть наоборот тебе одни препятствия в жизни то есть знаешь вот как будто тебя прям душат да вот я говорю если мне раньше было время на то чтобы там клиент с клиентами работать как-то сейчас вот процентов 90 меня занимать служба то есть меня прям вот ну не пускают меня и последнее время где-то месяц три у меня вообще полная прям вот апатия знаешь такая вот я как такой как буддист просто живу сегодняшний день то есть энергии какой-то знаешь для борьбы какой-то ну вообще нет поэтому вот сейчас такой у меня прям яма такая эмоциональная вот поэтому вот такой запрос тебе есть куда было чтоб ты не шел а сидел есть куда присесть да могу конечно найди пожалуйста место да остальные коллеги чтобы нам не мешало пока что выключить и пожалуйста микрофончики потому что там лишние шумы не тоже нет и оставь мы чтобы общаемся ты готов немножко так скажем с подсознание свое пойти я объясню вот у меня всегда два подхода к людям первый через логику вот этот подход в основном работает с мужиками у которых очень развита системная мышление но женщинами тоже если через логику не получается собственно как мы с тобой пытались до 2 формат это через подсознание подсознание это право полушарная работа когда мы отключаем твою логику вот и идем собственно в правду тебе вовнутрь вот вот там лежат все ответы по моим ощущениям то что ты говоришь и из того потому что мы с тобой взаимодействовали у меня ощущение что ты тянешь какие-то обиды и истории не совсем приятные от своих родственников силу того что я последние три года активно изучал там гипноз нлп психосоматику регрессию и так далее вот я бы хотел попробовать с тобой вот это ты готов на хорошо ты когда описывал свой запрос ты рассказал про говорил такие фразы душит не дают значит там не пускают апатия агрессия депрессия вот можешь все вот это вот собрать в теле вот сейчас вот сконцентрирую это в теле у себя вот все вот эти вот ощущения негативные включи пожалуйста микрофон в районе в районе горло да хорошо закрой глаза положи руки на колени слушай мой голос пожалуйста сколько тебе сейчас лет здесь вот эти ощущения которые у тебя сконцентрированы в горле были ли эти ощущения в 34 года на были ли они в 27 лет нет 29 лет нет назови цифру сколько тебе было лет когда концентрация этих ощущений было сто процентов 34 что произошло в тридцать четыре года леонид не могу какой-то как провал какой-то так что конкретно повторяй сейчас за мной леонид слышно меня да 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 я нахожусь в животе у мамы мне один день какие у тебя ощущения блин да приятные наверно если ощущение дискомфорта в горле нет повторяй за мной я нахожусь в том месте времени пространство я нахожусь в том месте времени пространстве где зарождается моя душа где зарождается моя душа какие там ощущения тесно как твой взгляд это мужская энергия или женская из-за которой тебе тесно как твой папу зовут михаил говори повторяй за мной я михаил отец леонида я михаил я михаил отец леонида я нахожусь в том месте времени пространстве я нахожусь в том месте времени пространство где зарождается моя душа где зарождается моя душа как ты себя чувствуешь михаил нормально если какие-то ощущения дискомфорта как зовут супруга твой михаил татьяна повторяй за мной леонид я татьяна я татьяна мама леонида мама леонида я нахожусь в том месте времени пространстве я нахожусь в том времени где зарождается моя душа где зарождается моя душа как ты себя чувствуешь расслабление хорошо леонид повторяй за мной леонид я леонид я леонид я нахожусь в том месте времени и пространстве я нахожусь в том месте времени пространстве где зарождается моя душа где зарождается моя душа в этот момент времени ко мне приходит создатель И говорит мне следующее, что в моей жизни будут ситуации, в которых я буду проявлять себя, как мой отец. Я, чтобы помочь своим родителям и родственникам, перейму на себя их боль. Я, чтобы помочь своим друзьям и родственникам, перейму на себя их боль. В моей жизни будут кризисы. Мне сложно будет найти себя. И это лишь для того, чтобы я наконец-таки понял, кто я есть. Чтобы я, наконец-таки, понял, кто я есть. Чтобы я начал проявлять себя. Чтобы я занимался тем, что мне нравится. Чтобы я занимался тем, что мне нравится. чтобы все что я делал было во благо мне людям а люди которые чинят мне препятствия а люди которые чинят мне препятствия делают меня сильнее и эта сила нужна для того чтобы я вырвался из этих оков и стал сильнее. 39 лет у меня будет резкий рост и развитие. 39 лет у меня будет резкий рост и развитие. Я наконец-таки пойму кто я есть и реализую свой потенциал на сто процентов. Я наконец-таки пойму кто я есть и реализую свой потенциал на сто процентов. Глубокий вдох, глубокий выдох. Прямо прям прет, как будто я пробежал. Какие мысли сейчас у тебя? Блин, ну дыхание учащается такое. Мурашки, хочется прям убежать. Как ощущения в горле? Пока, не знаю, пока прям кулаки сжимаются. Как вот я километр пробежал. Лучше? Да, конечно. В этом состоянии дай себе обещание, Леонид. Конечно. Проговори это обещание. Что ты себе обещаешь? Я обещаю не сдаваться. Я обещаю идти вперед все трудности, которые будут принимать их, но не увлекаться и не позволять им сбивать меня с пути, как-то эмоционально подавлять меня, деморализовывать. Обещаю идти и быть неизгибаемым, твердым и не сдаваться. Теперь поменяй, переформулируй свое обещание, убери весь негатив и сформулируй это в настоящем времени. Я обещаю, что я сильный, например, что я... Я обещаю... Да, говори. Я обещаю, что я сильный, что я неизгибаемый, что я иду к своей цели. Я ищу и нахожу себя и выхожу на новый уровень, сбрасываю все вот эти свои старые оковы и вхожу в новую жизнь. Два раза еще повтори. Я сильный, я неизгибаемый, я упорный, я иду к своей цели, я нахожу себя, я оставляю свою прошлую жизнь позади и вступаю в новую. Я сильный, я неизгибаемый, я уйду до конца, я не позволяю трудностям сломить себя, я оставляю свою старую жизнь позади и вступаю в новую. жизнь новые новые результаты и нахожу себя супер повторяй за мной леонид сегодня я лягу спать сегодня я лягу спать и во сне мне придет ответ и во сне мне придет ответ с утра я этот ответ сформулирую себя с утра я этот ответ сформулирую для себя и буду двигаться исходя из этого ответа и буду двигаться исходя из этого ответа все иди с богом благодарю тебе я даже сидеть не могу и сердце прям у нас бьется и это покалывание в ногах руках все будет хорошо леонид благодаря жгол дорожит поясню момент важный то что у каждого человека есть определенное количество энергии которые он должен накопить я называю это накопление потенциала для рывка вот леониду требуется больше энергии больше времени для этого рывка потому что у каждого человека есть свой кармический путь есть свои какие-то вот истории которые мы должны отработать отработка истории это когда вы например из раза в раз приходите в один и тот же сценарий как мир у леонида что его ограничивают в чем-то да можно долго копаться в этих ограничениях то в прошлом откуда ноги растут это можно конечно делать но это долго вот соответственно в чем отличие психологии классической от коучинга и внушения которые если они тут дал том что психологии работать с прошлым внушение коучинг работы с будущим вот соответственно я иногда использую методы психологии для понимания откуда ноги растут но так или иначе я всегда работаю с будущим вашим то есть я вам даю установки позитивные установки которые вам естественно и органичны и эти установки вам позволяют двигаться дальше вот собственно вот что я сейчас вкратце сделал с леонида вот уверен у него все будет хорошо вот леонид как будут какие-то результаты ощущения обязательно поделись в чатике вот всем будет интересно хорошо спасибо леонид кто следующий ребятки давайте кто хочет еще следующий привет 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 расскажи как чем занимаешься что делаешь как сюда попало и какой запрос слушая наверное год назад у нас было в екатеринбурге мероприятие и как раз таки я с тобой познакомилась на этом мероприятии и вот в течение года очень много смотрела тебя слушала и вот таким образом попала сейчас тебе на разбор все что ты говоришь твой энергия вообще прям самое сердце все откликается я благодарю я специалист на аэрографике провожу мастер-классы но помимо этого я еще жена моряка то есть мужа не бывает полгода и у меня вот такой запрос то есть сейчас какая-то сложность возникает то есть мои мастер-классы не либо они отменяются либо вот какие-то причины происходят по которым я не идут в эту реализацию я уже работала и с наставниками и с психологами вот то есть у меня моя реализация не выходит чтобы как бы получать именно самой доход сколько ты зарабатываешь сейчас где-то примерно 50 сколько ты хочешь зарабатывать ну постепенно 80 100 сколько зарабатывала твоя мама затрудняйте я дитя наверно тысяч тридцать чем она занималась она у меня была воспитателем а потом ушла где папа работал в гаргазе то есть в основном у нас зарабатывал папа всегда в семье и обеспечил всю семью мама сейчас нет живых папы нет папа нет мама жива да как у вас мама очень хорошо очень как мама зовут рушинья а бабушка по папе на линии папа по маминой ну раз ты про папину спросила на на папе на линии папины ее зовут вадидя так что с ней у нас ну раньше было сложно сейчас уже более-менее хорошо представь сейчас всех своих родственников комнате по отношению к какому родственнику у тебя идет напряжение ну бабушки по папе на линии что 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 там происходит на уровне ощущений какая-то тяжесть нее к тебе или от тебя к ней от тебя к ней мне кажется это у нас взаимно еще раз валю перед собой даже если ее нет живых она в живых да хорошо приставь приставь силуэт вали перед собой спроси что ты от меня хочешь что опять меня хочешь ну вот у нее идет чтобы я работала на заводе и это будет понятнее дальше скажи если я буду работать на заводе что тогда ну тогда она будет понимать что я действительно хожу на работу и получаю там деньги а так ей непонятно вообще чем я занимаюсь соответственно она что ну вот поэтому типа я и не зарабатываю столько там много чтобы она хотела наверно спроси у бабушки вали ты хочешь чтобы я была счастлива ты хочешь чтобы я была счастлива мне кажется нет ну вот у меня идет что нет то есть я от нее никогда не чувствовал любви ну каждого человека есть выбор то есть это такой кусок скажи скажи сейчас я бабушка валя я бабушка валя только скажи я бабушка то имя которого правильное которого то я бабушка валида я бабушка валида какие ощущения у меня вообще прям по спине очень сильно тяжесть прям давит очень сильно справа или слева прям оба плеча такое ощущение что там очень такой сильный гроз чем занималась чем занималась бабушка валя в жизни нормально все у меня нет посторонних звуков я выключил да чем занималась бабушка вар она раньше работала на заводе всю жизнь вот потом рано ушла на пенсию и сама торговала очень много торговала накопила себе на квартиру и 86 лет переехала рядом с моей мамой квартиру скажи пожалуйста мы забыли я роксана я роксана хорошо продолжаем получается бабушка валя твою маму тоже отправил на завод правильно на предприятии в горгаз то есть папа работала да она работала в детском садике то есть ей там больше нравилось тебе нужна эта история бабушкина нет совершенно нет где эта история у тебя в теле здесь сфокусируй все свое внимание на этом месте так вот это получается левое плечо да да хорошо выстави левую ладонь перенести это ощущение из плеча на ладонь выстави право выстави правую руку теперь опиши мне что у тебя в левой руке за ощущение то есть какого это цвета какой это формы такая желеобразная серо субстанция с черными какими-то ну камни у меня идут прям черные камни на правую ладонь сконцентрируй все хорошие эмоции и воспоминания которые у тебя в жизни были на правую ладонь у меня тут очень много это хорошо опиши мне какой формы цвета хорошие приятные ощущения на правую ладонь они такие воздушные розовые похоже на облака теперь медленно медленно правую ладонь кладешь сверху левой ладони правую сверху что происходит с левой ладони ей хочется прям ну вниз куда-то уйти и раствориться сам к ней сам к ней сам к ней обе ладони сам к ней что происходит сейчас ну ощущается целостность серые камни ушли да они куда-то вниз скатились куда-то вообще на пол я не знаю они где-то там растворились посмотри на меня сейчас берешь сейчас вот внимательно смотри что нужно делать берешь сейчас все камни которые остались всю серую массу и резким движением после меня когда ты видишь как я это делаю также сделаешь резким движением выдохом вот так делаешь в землю делай еще раз резко еще раз теперь представь что у тебя луч выходит из темочка вот туда вверх представила натяни сейчас этот луч между небом и землей у тебя сейчас должна заработать чакра где-то вот горловая и сердечная чувствуешь вот распространение это ощущение по всему телу получается прям легко хорошо супер теперь внимательно слушай команду этот луч ты поворачиваешь на 90 градусов чтобы он у тебя выходил из сердечной чакры вокруг тебя образуется сфера которая тебя защищает прям почувствую плотность прям почувствую плотность этой сферы медленно расширяй в твоем темпе комфортно для тебя медленно расширяй эту сферу все больше и больше чтобы она обволакивала пространство в котором ты находишься улицу на которой ты находишься город в котором ты находишься чтобы все женщины попадая в эту сферу давали тебе энергию женскую континент все женщины континента вместе с тобой дают тебе энергию все женщины планеты земля теперь дают тебе энергию все души планеты земля которые когда-либо были на этой земле дают тебе энергию почувствует ладони вверх почувствуй сомкни их сейчас над собой в виде лодочки ага молодец чувствуешь теперь слушай внимательно ты этот луч энергии направляешь на свою бабушку и говоришь я тебя прощаю я тебя отпускаю я тебя прощаю я тебя отпускаю теперь клади обе ладони себе на грудь обе ладони на грудь как ты себя ощущаешь хорошо из этого состояния скажи что ты будешь делать ближайшие три месяца ну в первую очередь мне хочется сходить бабушки что-то ей принести поблагодарить ее и дальше продолжать организовывать мастер-классы дальше взаимодействовать с людьми проводить личные сессии и из этой наполненности проявляться больше с богом благодарю небольшой комментарий тоже дам смотрите ребят на личной работе со мной и в программе у нас будет переработка твердых навыков мягких почему мягкое важно потому что любое действие которое мы совершаем для бизнеса для заработка денег для этого нужна энергия если у вас отсутствует энергия витальная да жизненная если вы сомневаетесь в чем-то у вас присутствуют какие-то внутренние конфликты противоречия сколько бы вам не рассказывали как правильно делать бизнес зарабатывать деньги продавать у вас не получится поэтому собственно вот когда я обучаю людей да там работаю с людьми я использую и это и это да потому что просто объяснять людям навыки этого недостаточно потому что навыков куча пожалуйста вон гугл вон идете изучаете вопрос почему что да не все миллионеры вот именно поэтому потому что навык это как семечко которое должно прорасти в благодатной почве если человек задрюкан затюкан у него куча внутренних противоречий обид претензий он находится на низких вибрациях это все не прорастает к сожалению да и именно поэтому нужно в купе работать немножко расскажу про сам формат работы да когда у меня был кризис двадцатого года который я описывал в книге борьба за внимание можно на литресе аудиокнигу почитать электронную книгу скачать да есть фильм кстати на ютюбе можете посмотреть так и вбить макс белоусов борьба за внимание я собственно прям осознал одну очень важную вещь да что всю свою жизнь я пытался выйти на миллион ну сознательную рабочую жизнь я пытался выйти на миллион в месяц мне не получалось я думал что причина в том что я что-то не знаю то есть я недостаточно экспертен мне нужно набраться больше опыта рабочего да если вам откликаются те мысли которые у меня были тогда напишите цифру 99 сейчас в чате то есть вы возможно думаете да что чтобы больше зарабатывать вам нужно что-то изучить еще что-то там перенять от кого-то значит что-то как-то там значит сделать лучше все это связано с какими-то твердыми навыками и соответственно мое осознание было следующим да что какой-то момент когда я вышел на миллион в месяц и даже больше я у себя спросил собственно а макс а как ты поменялся что поменялось собственно в твоем подходе клиентам да или там жизни что ты сделал такой резкий скачок в финансах мой ответ был следующий что я стал по-другому относиться к себе к жизни к своему делу из-за того что я освободился от обид претензий агрессии которые я с собой тащил у нас на предыдущих разборах было очень много примеров связанных с историями которые вы тащите в клиентов к тащите в бизнесе свои да пока вы не отработаете это сами вы из раза в раз будете повторять одни и те же сценарии где вас кидают партнеры где на вас подают в суды клиенты где вам делают мозги где вас обесценивают да это вообще не связано с работодателями клиентами это связано сто процентов с вами и как это работает значит представьте что вот у меня родители актеры театра кино вот представьте что мир это театр да то есть а мы актеры и собственно как это происходит когда у вас есть какая-то незакрытая история из вашей жизни с прошлой жизни родителей там родственник которые вы переняли на себя а это частая тема да есть даже такой термин как родовая травма да то есть годовщина то есть например вот моего товарища в 55 лет произошел жесткий кризис а потом выясняется что у его отца в 55 лет был такой же кризис то есть мы подсознательно вот эту программу перенимаем и собственно вот когда мы находимся в во власти вот этих программ мы не контролируем собственное поведение собственные эмоции состояния то есть нами управляет вот эти программы по сути задача любого тренинга да вот я тоже тренингами занимался ходил на тренинги посещал тренинги как маркетолог организатор там продюсер задача тренинга любого какой бы он ни был не важен там тони роббинса я шабудинов пётр ройспов мтц там за этом санитология неважно тогда там любой тренинг да там life spring это очистить вас от этих программ очистка происходит разными способами значит первый способ жесткий способ когда вас перепрограммируют сначала вам убивают личность стирают вашу личность кто вы есть и нас насаживают новую личность так скажем более ресурсную и позитивно то есть вам дают какие-то внушения перепрограммирую вас человека не все справляются с этим и поэтому многие тренинги запрещают особенно в россии да потому что люди ломаются да то есть есть там какая-то часть людей которые там суициду суициднуться могут да там в кризис войти еще больше да потому что это все зависит от гибкости психики то есть насколько психика гибкая ну поддаваемая как бы ну как сказать коэффициент жесткости какой да то есть насколько если ты очень жесткий ты не гибкий тебя можно сломать если ты гибкий все ты вот так вот и переделался да это первый путь второй путь через переосознание себя то есть вы запускаете этот процесс с помощью коуча наставника это более мягкий способ когда вы когда не коуч вас переделывают давая вам на какие-то директивные команды да там типа не делай это делай вот это а когда как я вот как я на самом деле работаю мягко вам может показаться что где-то я жесткий или не жесткий да но на самом деле у меня мягкий подход как вы заметили я задаю вопросы вопрос это волшебная вообще штука потому что с помощью вопросов мы узнаем что-то новое о себе о мире да мы можем продавать то есть у меня все продажи тоже клеятся из вопросов состоят то есть моя методика продаж да вот на большей чеке она полностью состоит из правильно заданных вопросов клиенту которая позволяет клиенту самому себе продать услугу на вызвать ценность собственно покупки да и вы просто ведете человека как поводырь то есть вы его просто направлять правильное направление чтобы вам обоим было вин вин суть мягкого подхода собственно моего в чем заключается в том что я задавая правильные вопросы исходя из своей интуиции эмпатии там и опыта я вас подвожу к определенному инсайту осмысления которые вы формулируете сами собственно вот такой подход давайте дальше двинемся кто следующий давай я возьму меня пожалуйста все пропуска спасибо спасибо я уже дом почти сейчас буквально два метра и буду сидеть всем привет ребят всем привет привет да расскажи введи в контексте собственно как мы познакомились какой запрос у тебя чем-то окей 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 я занимаюсь маркетингом и принимать на разные для направленного бизнеса мы снова познакомились в твире на конференции тоже ты был ты был там и там бизнес вот прям уволилась работы я работала маркетологом и начала заниматься своим бизнесом за период 2-3 года я открыла студию йоги даже 3 уходила я в маркетинг это было направление юдс возможно знаешь такую систему лояльности все шло хорошо отношения у нас тогда только начинались энергия была у меня ровная и в принципе все получалось студия йоги была мечтой в общем это все было ну как бы самостоятельными проектами не участвовал это никак потом начались проблемы в отношениях в бизнес связанные со студии йоги я пустила партнера стороннего у нас отменилась свадьба с мужем потом уже стал и партнер который зашел бизнеса студии йоги у нас был была конфликтная ситуация некрасиво поступил в итоге ну то есть там прям была такая неприятная ситуация когда меня опрокидывали прям сильно но я вышла хорошо я вот сейчас даже говорю у меня прям я мало того что шла у меня дыхание короче сбивчатое я послезала сейчас и я прям нервничать начинаю вот короче был очень тяжелый период где-то примерно год-два я там плакала по ночам короче вела тренировки со слезами с клиентами встречалась очень не в потом когда у нас долго шел процесс в бизнесе по разделению по продаже доли моей я выходила и ну как бы когда этот процесс закончился ну как то все знаешь в одно произошло вернулся парень который отменил свадьбу сделал предложение по новой и ну как то так но я была без энергии все это время то есть у меня была энергия вообще на нуле ну как бы я занималась бизнеса но прям тяжело шло и когда мы с ним расстались в какой-то момент прошло немножко времени у меня прям поперла очень мощная энергия у меня начали появляться новые направления новые партнеры новые проекты и был хороший такой прям подъем примерно в этот момент я была на бале причем была там с бывшим супругом у меня был еще прям мощный подъем этой весной я на какой-то бешеной энергии было и кайфовала сильно об этом мне говорили люди у нас там собралось комьюнити люди начали идти за за мной с новой силой короче все круто и вот буквально неделю назад супруг вернулся с бали в позитивном ключе начал там пытаться восстановить как бы общение мы не общались мы были вместе и у меня начала немножко знаешь так утекать энергия и причем такой момент я не пойму связано ли с ним короче мне нужно понять куда девается энергия и подъем да вот не думая ответ мне пожалуйста на вопрос что я и весь мой женский род должны мужчинам ничего подумай еще раз любовь и заботу не думай пожалуйста ты сейчас берешь социальные одобряемые ответы вот ответь ты мне твой ответ нужен слушай мне сложно вот я тебе говорю то что у меня возникает родить детей может быть тебе не возникает чувство того что вот муж хотя сосет энергию и вообще мужики из тебя сосут энергию а ты как будто должны энергию давать ну как будто бы что то есть такой да вот я при этом вот почему что ты должна мужикам расскажи мне вот как будто бы ничего как будто бы ничего но с другой стороны внимание при этом вытащи из себя вот эту команду которая кто-то в тебя заложил что ты чё-то должна мужикам как будто бы внимание какую-то преданность может быть не думаю сейчас клавы вот сконцентрируйся пожалуйста внутри себя найди точку которой есть все ответы вот прям сконцентрируешься на этом месте вся в теле и ответь мне на вопрос что плохого я либо мои родственники по женской линии сделали плохо мужчинам ты сейчас придумываешь у тебя глаза бегают и придумываешь мне нужно ответ внутрь себя посмотри внутрь это вниз нужно смотреть слушай не могу понять какая-то прострация я думаю причем про бабушку туда знаешь про поколение себя погрузись себя погрузим да я ответил вопрос что плохого женщины в моем роду сделали мужчину что ты что ты отдуваешься за это вообще ничего не появляется мне почему ты знаешь такое ощущение что как будто бы в роду не было мужчин прикинь контролировали почему-то такое знаешь что бывает что значит не было мужчина скажи мне ну не как я знаю что там мама меня воспитывала одна бабушка ее воспитывала одна у прабабушки был какой-то ебанутый муж просто неадекватно ревновал ее с пистолетом другом такие истории так так откуда эти истории расскажи мне рассказом рассказы мама соответственно что должны не понять мне сложно не чувствую что у меня просто тут равиль сказал обратную связь что если излишне глубоко буду делать разбор то половина из вас уйдет с разборов половина скажу что видимо это не про меня и какая-то херня происходит я вообще этих людей не знаю я просто переживаю за остальных людей вопрос те кто слушают вам насколько вообще от одного до ста заходит то что вы сейчас слышите и видите я могу как-то ну так сказать вернуться на более понятные субстанции там там пообщаться так вроде заходит ну хорошо ладно продолжаем к тому же ключе я к тому что я на самом деле не отлетевший я могу и нормально общаться да но просто как будто бы общаясь в таком ключе там больше правды клава ощущение что все были последними вообще сучками вот последними сучками были окей хорошо смотри вот юля пишет и не такое видали юля организатор тренингов моих в иркутске новосибирске да она там и не такое видела мы там и теневые стороны субстанции там эти сущности изгоняли из людей там и и рыдали там и люди тряслись короче чего только там не было ладно значит смотри давай просто давай вот чтобы не лезть там в рот там вот это все я сейчас просто ответ дам вот твоя проблема заключается в следующем что у тебя есть по женской линии программа по которой ты ведешь себя как сучка ты ненавидишь мужиков мужики хотят из тебя взять энергию и вот вы в эту игру блять играете понимаешь как перестать не играть я одну как бы примерно понимаю потому что я не могу достать потому что не знаю почему но как бы я примерно не я могу ее достать просто ну как бы это будет подольше ну и для этого потребует моя энергия которая мне еще на других нужно оставить так скажем да это можно вытащить не проблема окей у тебя есть вот эта история хорошо вот эта история она тебе мешает есть два пути первое мы эту историю убиваем это долго ну и это скорее в личной работе нужно сделать вторая мы переписываем ну давай мы ее перепишем потом убьем если что вот чтобы ее переписать давай ее сформулируем вот сформулирую своими словами в какую игру ты играешь с мужиками ну смотри как будто бы я значит чувствую полнополненной себе энергии свободной но потом я себе сама же нахожу какое-то взаимодействие с мужчинами неважно в бизнесе или в отношениях да получается и начинаю какие-то взаимодействия манипулятивные или нет не уверенна но как будто бы начинаю возможно начинаю им отдавать чуть больше чем насильно условно отдавать энергии там за внимание ты мне не процесс расскажи ты мне скажи как называется твоя игра есть игра в догонялки есть игра в прятки есть игра в казаки-разбойники какая твоя игра расскажи треугольник карпман шутка это шутка была это не шутка это просто описание процесса мне название игры вот что у тебя за игра там на письме догонялки кто кого догоняет меня догоняют я догоняю по очереди вы по очереди друг друга догонять хорошо цель игры какая цель когда эта игра заканчивается выход из игры какой у каждой игры есть выход в шахматах мат поставить в монополии все эти дома построить а у тебя в твоей игре догонялки какой результат кто-то кто первый станет а станет а как понять что чеку стал он сам должен выйти из игры сказать я устал я ухожу да он сам он сам человек сам выходит из игры а чаще у тебя мужчины уходят из этой игры или ты уходишь да у меня знаешь такая частая ситуация когда мужчина год я устал типа я выхожу из этой игры а потом проходит какое-то время он видимо отдыхает и он возвращается и при мне как раз такая была ситуация 2 ли замуж после разрыва через полгода то есть получается твоя игра называется вымотать мужика до прикольно да ну да получается что даже распустила волосы то есть получается тут у нас жертва не ты а мужик получается но в какой-то момент наверное получается на разбор скорее должен прийти был мужик а не ты не ну запросто у меня был куда а ну собственно слушай вот тебе ответ да получается энергия у текает на вот эти догонялки сначала я думал что ты страдаешь от этой игры ну исходя из твоей реакции ты кайфуешь от этой игры да не 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 смотри наверное нет потому что но у меня сейчас нет как бы в паттернах там общение этой игры нет она осталась как вот человеком конкретно пиздёшь есть смотри я смотри я я очень быстро считываю реакции людей ну и вы тоже видите вот невозможно контролировать свою первичную реакцию когда мы начали говорить вот давай пример вот я однажды в новосибирске проводил разбор значит ко мне начать на разбор садится женщина и начинает рассказывать про то как ее изнасиловали рассказывают очень бурно знаешь и извини за откровенность я даже возбудился когда на все это рассказывала вот а потом я начинаю спрашивать у других мужчин собственно какую эмоцию вы ощущаете по отношению к этой женщине хочется ли вам ее пожалеть потому что ее жизнь насиловали вроде плохое действие то как бы ну против ее воли и и как бы шпокнули да а все мужики как я тоже сказали значит я тоже к ней чувствую какую-то сексуальную притяжение то есть мне хочется наоборот ее трахнуть и соответственно я у нее спрашиваю а тебе вот честно скажи тебе понравилось да да дальше слушаем вопрос а зачем ты нам рассказывал эту слезливую историю для чего он это хочу чтобы вы меня пожалели но для меня это манипуляция что потом воспользоваться мужчина не было сейчас ты придумал вот эту вот конструкцию нарциссическую эту игру для того чтобы использовать мужиков много да я молодец как ты думаешь зачем я это все рассказал тебе чтобы не понимаешь не поняла что я сама провокирую такую ситуацию сама в нее захожу и сама и ищу для того чтобы использовать как то есть какой-то я нахожу в этом график для себя вот чтоб долго не копаться в твоих женских играх вопрос что ты хочешь в этой игре получить какой результат этой игры вот что ты ради чего это все скажи пожалуйста у меня есть подозрение что какую-то я получала выгоду там условно карьерную финансовую выгоду во всей этой истории но по ощущениям сейчас этого нет опять же ты говоришь что типа да нифига ну хоть как клава еще раз вопрос ты играешь в эту игру мы это выяснили вот вопрос цель этой игры для тебя для мужика понятно выдохнуться а для тебя какая цель игры то ты же там что-то получаешь хорошее для себя качели а что эти качели тебе дают эмоции дает эмоции то есть ты все это затеваешь ради эмоций но я часто понимаю что без этих качелей без этих эмоций нам гораздо легче жить комфортно это твой мозг понимает это твой мозг понимает а твоя архетипическая сущность внутренняя женская она этого не понимает вот это внутренняя волчица который у тебя там сидит она этого не понимают ну слушай ты знаешь какое-то такое ощущение такое не на черный короче очень спремно то есть я понимаю что там парень попадает какой-то капкан так и это хреново для кого для тебя или для парня ты ты посмотри на свою реакцию какая-то эта игра какая-то на свою реакцию вот все же видит 11 напишите цифру 11 кто сейчас следит за этим разбором если вам кажется что клаве нравится мучить мужиков 11 напишите так окей ребят что делать следующего помоги следующий вопрос могу помочь на программе три месяца буду помогать следующий вопрос а как ты думаешь каких мужчин ты своей игрой притягиваешь которым эта игра нравится если бы мужику не нравилась эта игра он бы в нее не играл и не пришел бы выйти замуж жениться точнее слабовато кого-то зависимых а теперь следующий вопрос мы тут про деньги все-таки вопрос а ты какие притягиваешь такими же играми ну и партнеров такие же притягиваю клиенты да вопрос а можно ли сделать сильный бизнес слабыми партнерами но нет можно ли вообще сделать бизнес если у тебя цель бизнес это отожрать партнера не вообще нет можно ли зарабатывать миллионы рублей если у тебя цель с мужиками их нет ну вот ответ да вот как то есть как как надо менять эту историю а я поняла тебе этот равиль напишет вот и вы с ним договориться чтобы ты попала в мою программу тебе прям надо да я заметила дублирую здесь ссылку ребят вот это лучшее что лучше инвестиции вашу жизнь вот реально вот за три месяца я во первых объясню вам как зарабатывать деньги на консалтинге который может заниматься любой человек второе я вам голову полечу потому что хер вам кто-то голову полечит как я так так же быстро и эффективно но клав тебе прям надо кто следующий давайте так ну тут интересные в разбор уже были кто хочет поделиться своими мыслями эмоциями ощущениями инсайтами которые вы получили с предыдущих трех разборов как это про вас похоже ли это на вашу историю типа откликнулась ли вам это вообще мужики тоже могут поделиться может быть вот были такие роковые женщины вашей жизни да не стесняйтесь я ж не кусаешь поделитесь мы что-то собрались но представьте что мы вокруг костра сидим и общаемся ирина пишет мы все играем в игры на это понятно самое сложное назвать эту игру понять правила этой игры цель этой игры а если можно я скажу у меня тоже запрос а если наоборот получается какое-то не совпадение игра игра черно-белая то человек который где нравится тебя игнорирует и вообще не воспринимает никак а те люди которые тебе не нравится липнут и вот реально воспринимают как объект для преследований в разном смысле по разному преследованию реально хотят общение там могут писать звонить там как-то тут может быть несколько игр первая игра в я королева тебе нравится что за тобой бегают вторая игра тебе нравится бегать за мудаками пошутя папа мудак был и тебе внимание не давал нет у меня идеально наоборот у меня идеальная семья в родителей у меня папа увидел маму с вîкирлогли для любовь ну они должны были встретится подождите барабе история важный момент я не говорю про то как было у мамы с папой я говорю вот я ищу таких же отношений Right на всю жизнь и вообще не интересно Положни подожди 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 еще раз важный момент я не говорю про то как было мамы с папой важный момент как ты это восприняла и какие выводы ты сделал ты хочешь я хочу такие же отношения, но по факту ни хера ты их не хочешь. Почему? Ну, может, просто тот мужчина, которого я выбрала, который мне понравился, просто я ему не понравилась. Может быть, просто я... Ну, или произвела на него впечатление, которое наоборот его потолкнуло. Ну, потому что мы иногда косячим, как-то... Ань, смотри... Ведем себя, может, как-то неправильно. Чтобы в межличностную психологию не идти, она долго, скучно, это, кстати, да, слушаем, да? Или там к этому, к... Господи, к Бартону, да? Я простым языком тебе объясню. Вот на уровне, так скажем, моей логики, которую я передаю своим ученикам. Логика очень простая. Кстати, вот в книге XY или нахуя, вот она прям очень описана. Логика следующая. Ну, как вы поняли, мы все играем в игры, у нас есть стратегии поведения. Вот если стратегию разложить на карту, ну, или там описать ее на листе бумаги, то есть есть начало игры, есть процесс игры, активная фаза, и завершение игры, и выход из игры. Если ты получил результат, ты, собственно, повторяешь это. Если ты не получил, ты тоже повторяешь, но что-то меняешь в процессе, чтобы получить тот результат, который ты хотела. Исходя из того, что ты говоришь, я делаю вывод следующий, что ты не хочешь на самом деле отношений, потому что у тебя цель игры, это начало, вот начальная фаза игры, где за тобой кто-то бегает, ты за кем-то бегаешь, тебе прикольно вот это, а дальше не идет, оно не развивается у тебя. Отсюда еще один вывод какой, что если мы берем гештальтерапию, да, вот, ну, как, там же, по сути, есть тоже вот эти вот этапы. И, собственно, вот, если описать любую стратегию по гештальту, да, причем этот гештальт стратегию можно спроектировать и на бизнес, и на маркетинг, там, работу с клиентом, то же самое, да, в общем, где угодно. Простой пример. Ты хочешь сделать яичницу. Для того, чтобы сделать яичницу, ты должна пройти несколько стадий. Первое – это осмыслить свой запрос. Это первая стадия. То есть я хочу яичницу. То есть я не курицу хочу пожарить, я хочу яичницу. Это первая стадия. Вторая стадия – планирование. Что мне нужно для того, чтобы создать яичницу? То есть мне нужны там яйца, мне нужен там бекон, мне нужен там подсолнечное масло, там, соль и так далее. И молоко, да, это вторая стадия – планирование. Третья стадия – собственно, идти добывать ресурсы. То есть идти взять эти ингредиенты, так скажем, да, своего плана. Ты идешь к холодильнику, анализируешь, что там есть. Если там чего-то нет, ты докупаешь яйца, например. Четвертая стадия – ты начинаешь готовку этой яичницы. То есть это активная фаза, собственно, создания из ничего что-то. То есть из хаоса создается порядок. Следующая стадия – ты приготовил яичницу, начинаешь ее есть. Это интроекция, либо стопроцентное слияние, в котором у людей тоже иногда проблема возникает. То есть они на стопроцентно не доверяют либо себе, либо процессу, либо субъекту, объекту, с кем они взаимодействуют. И они не сливаются на 100%. То есть там может быть тоже прерывание. Следующая стадия – если тебе яичница понравилась, ты потом повторишь этот цикл. Вот шесть стадий. Вопрос к тебе – на какой стадии ты западаешь? Если мы берем вот процесс, цель, отношения. Это последняя стадия, шестая. Ты на какой стадии западаешь? Мне кажется, что я вообще не играю в эту игру. Ну, могу просто рассказать. Ну, или я, может, что-то не понимаю, давай я очень коротко расскажу. Что мне понравился человек, но я застеснялась с ним заобщаться, он застеснялся, в итоге мы не пообщались. Потом мы пообщались в интернете, и потом общение постепенно сошло на нет, но я продолжала ему писать, звонить и как-то там пытаться найти общение. В итоге человек меня отшил и сказал, что, типа, ну, ничего не хочет там. Вот. И, возможно, он... А, и последнее, что он сказал, что он вообще женат, но у него все нет. Вот. И, ну, хотя никаких признаков в соцсетях особых нет, ну, там, может быть. Не знаю, в общем-то. И я так поняла, что, ну, человек просто неинтересный. Аня, Аня. Я решила, что мне, наверное, не надо больше уделять его внимание, если вдруг интересно будет, он сам обратит. Анюта, ты мне сейчас пытаешься передать свой глюк. Мне он не нужен. Возьми, пожалуйста, мою логику. Она очень простая. Давай. Моя логика заключается в следующем. Ответь мне на вопрос. На какой стадии у тебя идет прерывание? На этапе осмысления, что ты хочешь? На этапе планирования, как ты это хочешь? На этапе сбора ресурсов? На этапе готовки? На этапе слияния? Или на этапе осмысления результата? Где у тебя прерывание? Где у тебя проблемы? Мне кажется, в самом начале проблема. То есть ты не можешь сформулировать, что ты хочешь? Нет, я знаю, что хочу, но, видимо, с этим человеком не получается. Значит, надо что? Значит, надо искать другого человека? Как ты думаешь, какой шанс того, что если человек хочет отношений, он их найдет? Ну, значит, если не с этим человеком, значит, я действительно не хочу отношений, потому что другие мне не нравятся. Значит, я... А, вот, знаешь, мне кажется, я, например, хотела яичницу из определенных яиц, каких-нибудь струсиных, их не было в магазине. А с других яичницу не хочу. Вот так. Вот. То есть у тебя неадекватно завышенные ожидания по отношению к своим отношениям, потому что ты идеализировала отношения мамы-папы, и любой мужик для тебя это не струсиное яйцо, это какое-то куриное яйцо, да, или перепелиное, да? Ну, да, реже, чем в магазинах, чем обычные. Нет, возможно, я идеализировала, да, ищу такого уже идеального человека, как, типа, мой отец. Вот. То есть получается, пока ты не отрежешь себя от отца и не перестанешь сравнивать всех мужчин со своим отцом, ты никогда не найдешь себе мужчину, потому что каждый мужчина будет сравнен с твоим отцом, который идеальный, да? Так получается? Ну, этот мне показался лучше. Из всех, кого я встречала. Хорошо. Если мы тут говорим про бизнес и про деньги, как это про твою жизнь в плане финансов? Скажи, пожалуйста. Как это проецируется на финансы? Ну, я тоже, я вообще, в принципе, по жизни стараюсь найти самое лучшее. Мне так кажется. Ну, возможно, я, да, придирчивая. То есть получается, чтобы ты все-таки начала движение вперед и начала больше зарабатывать, тебе нужно снизить свои ожидания от себя и от того, что ты хочешь, и двигаться поступательно. Так получается? Да. Ну, просто надо перепланировать свои действия. Ну, если касается бизнеса, ну, наоборот, то их начать. А если касается отношений, наоборот, надо просто прекратить какие-либо... Ну, раз такая стратегия, которую я изначально выбрала, не подходит пытаться как-то пообщаться, значит, просто надо прекратить и, ну, заняться своими делами. Заняться бизнесом. Проблема похожих стратегий, как у тебя, заключается в том, что когда вы излишне ставите себе амбициозные цели, ваш мозг уже выработал окситоцин, серотонин и прочие гормоны счастья. Это как... Да, это точно. Я называю это мысленная мастурбация. То есть, например, вот мужчина, он хочет сбросить напряжение сексуальное, которое у него накопилось, а ему страшно, больно и неприятно идти в отношения, то есть, искать женщину, завоевывать ее, там, она может отказать, нахер надо, ну, проще помастурбировать, да. И люди занимаются мысленной мастурбацией, то есть, зачем идти в агрессивную среду, что-то там добиваться, что-то делать, если я могу об этом подумать, а потом сама же понять, что это все идеал, обесценить то, что там, вот, снаружи, да, типа, и жить в этой картинке. Так? Ну, не очень поняла, в смысле, что я именно обесценила? По-другому скажу, по-другому, по-другому скажу, отношения и бизнес это процесс, длительный процесс, когда ты выстраиваешь по полочкам, по этажам, вот эту большую, понимаешь, и когда... Если не идеально, то лучше не делать, да? Ну, вот, наверное, так я, наверное, поэтому не начинай бизнес. Аня, ты можешь сейчас замедлить скорость своих мыслей и речи примерно в половину, чтобы меня слышать и слушать, и осознавать, что я говорю? Да, извините, перебила. Когда люди хотят построить дом, они сначала планируют дом, планируют ресурсы, нанимают команду и поступательно начинают делать дом. И это нормально, что что-то пойдет не так. В бизнесе всегда идет не так что-то. В постройке дома всегда идет что-то не так. В отношениях, естественно, тоже всегда идет что-то не так. Потому что в отношениях это как минимум два человека, две личности, у которых у каждой есть свой опыт, свои травмы, свои желания, свой контекст. И это длительный процесс, в который нужно вкладываться. Если ты свесила лапки при первой же проблеме, сказала, что идеальной картинке что-то я тут не вижу и уходишь, невозможно построить ничего. Если у тебя нет цели дойти до конца, а у тебя такой цели нет. Ну, вот если применить конкретно, я же не могу там, если действительно у него и жена, пытаться его отбить. по сути, он тогда потом так же может поступить со мной. Ну, просто я такой как... Ань, послушай, Анют, послушай, пожалуйста, мне твои женские истории, вот эти пиздастрадания интересно. Послушай, я тебе ответ дарю. Вот что с тобой не так? Ты услышала, что с тобой не так? Ну, да, я пытаюсь создать что-то идеальное, а если получается не идеально, я, да, перестудила что-либо. Мой тебе совет, Ань, первое, сформулируй четко, что ты хочешь в отношениях. То есть прям опиши эти отношения в виде мужчины, сколько ему лет, чем он занимается, какая я рядом с этим мужчиной, какое у нас распределение обязанностей, где мы живем, чем мы занимаемся, сколько у нас детей. Опиши это. Это план, твой план на будущую семейную жизнь. Дальше сравни свой план с фактом, они отличаться будут, потому что в твоем плане мужчина не женатый, а по факту у тебя мужчина женатый. Дальше ты спрашиваешь себя, а хуя я ищу себе женатых мужчин, в какую игру я в данный момент времени играю, которая не приведет меня к счастливым отношениям. Дальше будет ответ, либо ты его сама найдешь, либо с помощью меня, либо кого-то. Ответ, скорее всего, будет следующий, что я играю в игру найти себе женатого мужчину, скорее всего, не факт, но скорее всего, потому что это недостижимая цель. Мне прикольно, когда мужчина принадлежит другой женщине, потому что когда он будет принадлежать мне, мне будет уже неприкольно, неинтересно. Я играю вот в эту херню. Нет, это неправда. Мне наоборот, у меня до этого были отношения длительные, и все было нормально, просто мы поняли, что мы не подходим к другу трубу. И разошлись. Пятилетние отношения были, разошлись. Аня, вот я как мужчина, по-хорошему. Аня, я как мужчина говорю, что с тобой очень сложно. Я поняла. Как ты думаешь... я вот так... Не очень с когорча видим. Аня, как ты думаешь, как я себя как мужчина ощущаю рядом с тобой, общаясь просто с тобой 20 минут? Вот что я сейчас ощущаю? Ну, уже, наверное, раздражаю. Давай, вот перечисли. Вот ты меня сама назови, что я сейчас ощущаю рядом с тобой, общаясь с тобой 20 минут. Не знаю тебя даже, я даже не вижу тебя, но я уже что-то ощущаю. Перечисли, пожалуйста, что я ощущаю. Ну, уже злишься и уже хочешь, чтобы... Я с тобой согласилась, наверное. Упаси Боже, я не хочу, чтобы ты со мной соглашалась. Еще раз, раздражение, что я еще чувствовал? Меня слышат в этом диалоге, как ты думаешь? Да, раздражение, ну и... Ну, меня слышат в этом диалоге? Ну, ты меня слышишь в этом диалоге? Да, слышу, но желание, чтобы... Нет, ты меня не слышишь. Вот там вот Евгения Горячева, мне очень нравится ее, как этот, физиогномическая реакция. Евгения, можешь поделиться, что ты сейчас ощущаешь, что ты видишь? Мне кажется, там вот ответы будут женщине, потому что мужчина, она не слышит, может быть, от женщины что-то услышит? Ну, мне кажется, что вы разговариваете вообще... Нормально слышно, да? Мне кажется, что вы вообще разговариваете на разных даже уровнях задачи, условно, то есть то, о чем говоришь ты, Максим, это прям, ну, типа условно, вот она задача целиком, вот оно решение, но женщине не нужно решение, которое ты даешь, она в твоем мире, ей там комфортно, и поэтому вы вообще как будто бы на разных языках, и оно никак не мочится. Ты свое говоришь, она свое говорит, и, естественно, это изматывает и не дает никакого результата. Да, правильно, так оно и есть. Я уже... Смотри, в первый раз она согласилась. Да. Ну, просто... Может, Ань, может, ты лесбиянка, Ань? Нет, вот это тоже проблема. Ладно, Ань, не... YouTube с ними, я не соглашу. Ладно, я сдаюсь, я не знаю, что тебе сказать, правда, я не твой коуч, ты не мой ученик. Я не знаю, чем тебе помочь, правда. Нет, ну, ты все правильно говоришь, что если тут не получается, надо снизить планку и соглашаться на то, что есть. Пусть будет. Можно добавлю еще комментарий? Да, да, да. На самом деле, у меня есть такая фраза, которая иногда моим клиентам помогает фокусироваться на той цели, которую ты хочешь достичь или решить. То есть, условно, сейчас задача-то не вот этого самого мужчину заполучить, который там женат, и отшил, уже забил, и забыл про тебя. А на самом деле, ну, возможно, потенциально, как будто бы, есть цель выстроить отношения. Так ты фокусируйся не на этом Андрея, или как его там зовут, а на том, какой вариант может тебя привести к решению твоей ситуации. А тебя, Макс, сколько бы не возвращал вот к этой вот цели, на которую ты фокусируешься, ты сразу сваливаешься все равно. Ну, вот этот вот мужчина, там, ну, вроде надо про него забыть. Тебе надо не про него забыть, а посмотреть, а какие у тебя есть другие варианты, чтобы решить твою задачу. Ну, а вообще все это начинается, да, с того, чтобы понять, а чего ты хочешь. Ну, и туда уже идти потом. Ну, хочу счастливых отношений, взаимных, и брак, и семья с детьми. Аня, я предлагаю тебе с Евгением пообщаться, я уверен, у Евгения есть опыт, и вы найдете общий язык, и там что-то родится из этого, хорошо? Я тебя поняла, да. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, во благо. Давайте дальше, пожалуйста. Давайте только, пожалуйста, запросы не про мужиков уже, дайте, что-то такое, ну, понятно. Я все-таки не коуч по отношениям, да, вот тут как бы, ну, там, про заработок, там, про рост, про развитие, там, про поиск клиентов, давайте про это поговорим, там, предназначение, кто я, да, чем мне заниматься, вот есть такие запросы? Мария пишет. у меня есть, кстати, да, я написала, и я вышла, реально, у меня вот есть запрос, просто мне кажется, что реально все люди собрались, у них крепкая экспертность уже есть, как бы, в прошлый раз все как на подбор были маркетологами, вот, а я что-то задумалась, что я реально не понимаю, а чем вот я реально хочу сейчас заниматься, потому что я кучу всего набрала, и я была уверена, что я психолог, который раскрывает джинственность и так далее, сейчас я неделю сижу и понимаю, что блин, ну реально не совсем, после этого разбора я сижу и понимаю, что ну не совсем про меня эта история. Классный запрос, вот еще важный момент, да, еще раз, да, вот опять же, вот почему я в программу, в первый модуль добавил работу по поиску вашего предназначения, потому что если вы занимаетесь не своим делом, то вы его скорее всего бросите, забьете хрен, потому что когда вам прилетит любая проблема, ну вы скажете, ну не сильно-то и хотелось, да, когда вы занимаетесь своим делом, вы там на 100% распаковываете себя, да, и у вас получается результат. Соответственно, как понять, чем вам надо заниматься, значит, можно оттолкнуться либо от себя, либо от клиента, вот те, что ближе. Ну клиенты имеют что-то касты, или проекция в моей голове? Проекция, вот есть две методики, обе работают, просто тебе какая ближе, вот можем от тебя сейчас пойти, либо от клиентов условных. Блин, ну давай от клиента попробуем. Хорошо, вот вспомни, пожалуйста, идеальную свою клиентку, которой ты на 100%, на 1000% помогла, она пипец счастлива, кучу денег тебе заплатила, все, и все классно было. Есть. Да, вот расскажи, что вы там делали, что она получила, с каким запросом приходила, как зовут? Животка. Животка. Ну, кстати, да, я шутила, что я буду вас бить, но мне нужны хорошие кейсы, поэтому пока живите. Вот, слушай, ну она пришла, я вообще обалдела, потому что она молодая мама, она живет с родителями и так далее, работает в школьной преподавательнице, и то, что она мне одним днем, несмотря программу, заплатила 50 тысяч, я просто обалдела, то есть она живет в Подмосковье, я думаю, откуда у тебя такие деньги вообще? То есть она отменила отпуск и решила заплатить, потому что она просто поверила в меня, и она пришла с тем, что попадаются не те люди, то есть не те отношения, реально там такие трешовые истории, вот, что очень беспокоит, что постоянные конфликты с мамой, мама ее не принимает, вот, ну что-то такое, вот, ну то есть, ну короче, вот, но зато я запомнила, как она вышла, потому что она... Маша, я все время путаю, Мария, это же Маша, да? Да. Окей, Маша, смотри, вот и все тоже, классная методика по тому, как сформировать свой оффер и понять, кто ваш клиент, идеальный. Есть волшебный вопрос, вот прям бесплатно вам отдаю сейчас. Звучит следующим образом, что на самом деле покупают у меня клиенты, на самом деле? состояние охуевшисти и уверенности. что это значит? Хорошо, это, я просто смотрю, красная линия по всем моим клиентам за два года, это состояние, что я все могу, я себя пипец обожаю, и я действительно знаю, что я классная, и я это могу и в отношения подать, и в работе, и вот они выходят с выпрямленной спиной и несут это в мир ощущения. То есть я по сути был прав, когда тебе говорил, что ты огнедыщущий дракон, и ты по сути эту энергию передай женщине, да? Да. Окей, хорошо, ты не стыдись, это же классно. Угу. Ну ладно, хорошо. Смотри, Маш, вот я понимаю, что пока у тебя внутри есть конфликт, этот конфликт можно убрать. Ну, не сегодня, но можно убрать. Вот если в работу паришь, конечно, мы это уберем. Давай сейчас вот отодвинем этот конфликт, и вот вернемся к твоей целостному офферу, запросу, да? Получается, что твои женщины, которые идеальные к тебе приходят, они у тебя берут энергию на то, чтобы, паразируя как бы твоей логикой, да, там, значит, получить это состояние охуевшести, да? Угу. Окей, а как это можно сформулировать в оффер на сайте? Вот это что? Вот что клиент получит? Какое твое большое обещание? Наверное, главное, это, не знаю, как. Я обещаю, то есть я, Мария, обещаю, что ты обещаешь клиенту. Что ты раз, она всегда поверишь в себя, перестанешь сравнивать. Не знаю, выискивать себе недостатки, критиковать и так далее. Что ты будешь вот от сегодняшнего момента будешь только усиливать себя, поддерживать, и станешь себе лучшим другом, лучшим главным фанатом. Маш, смотри, вот я недавно был на выступлении одной моей известной, известной моей знакомой, психолога. Я, знаешь, что вот видел, возможно, у меня тоже это есть, не знаю, я же со стороны не смотрел. Вот я что наблюдаю, вот когда часто психологи что-то рассказывают, вот именно психологи, вот когда они что-то вещают, 99% они про себя говорят, про свои комплексы, проблемы и паттерны. И они это лечат об аудиторию. Вот то, что ты сейчас назвала, мне кажется, что это про тебя, а не про клиента. Ты сейчас помнишь, что я сказала? Не важно, потом на записи. То есть это не про клиента, это про тебя, то есть через что ты прошла и проходишь, а клиент... Я определенно передаю свой опыт, это 100%. Понятно, но мы же хотим клиенту что-то классное пообещать, а не то, что ты там вот это вот перечислила, да? Смотри, давай так, давай так, очень простой вопрос. Еще один волшебный вопрос, коллеги. Бесплатно отдаю, он в личной работе у меня такой. У меня таких волшебных вопросов много вообще и техник. Второй волшебный вопрос. Клиенту с тобой проще или сложнее? Ответь, не думая, пожалуйста. Так, подожди. После работы или во время работы? Не важно. Просто ответь на вопрос. Клиенту с тобой проще становится или сложнее? Просто начинаю анализировать. После меня проще. Во время работы там действительно сложно. А меня интересует процесс продажи. А процесс продажи это начало коммуникации. Понимаешь? Ой, продажи мне понравились. Я вот когда продавала на группу, мне так понравилось, там вообще так хорошо. Тебе-то да, понравилось. А людям понравилось? Не, я про это говорю. Там почти сразу все внесли. В смысле, неудобно, но я очень сильно уверила их. Окей. То есть, получается, люди в тебя поверили и принесли тебе деньги. То есть, им в том моменте было с тобой проще, да? Да. Так. Вот теперь вот это состояние, что ты упрощаешь жизнь клиенту, перенеси в формулировку оффера. Потому что то, как ты до этого формулировал, это клиенту с тобой сложнее, а не проще. Понимаешь? Ты просто только сегодня выложила первый рекламный пост. Не умей эти офферы писать и говорить. Научимся на программе, естественно, там куча всего вот этого информации будет. Ну, давай сейчас родим что-то, раз ты на разбор пришла. Давай, твое большое обещание клиенту, чтобы клиенту с тобой было проще, а не сложнее. Какое? Вот приходят эти женщины. Ну, ты можешь, но отпустить контроль и научиться кайфовать от жизни на здесь, сейчас и от себя в этой жизни. В целом? Ну, энергия есть в этом оффере, но хочется как-то покороче и почетче. Ну, близко уже, да. Давай вот как-то чуть-чуть по-другому. Начать жить, жизнь. Так. Еще, короче. Не, я просто пытаюсь представить, как это на сайте бы выглядело и как на это бы отреагировали. Ну, окей, так, а что? Давай еще накидаем. Как это еще можно быть? Ты сейчас на демона похожа. Губы красные. О, блин! Что случилось вообще? А теперь слишком светлый. Да, господи, не отвечу мне с компьютером. Боже, я аж испугалась. Зачем ты меня одернул так, лампа? Вообще, так и родить можно. Провокативная, провокативная психотерапия Френка Форелина. Так, офер какой? Давай. Давай я тебе помогу. Смотри. По сути, по сути, что такое маркетинг? Маркетинг – это когда мы что-то обещаем клиентам. Согласны? И удовлетворение клиента зависит от того, насколько мы собственно его ожидания с реальностью склеили. То есть, он ожидал одного, мы сдали второе. Если ожидания были выше, чем реальность, он недоволен. Если ожидания сомкнулись с реальностью, он удовлетворен. Если ожидания были ниже, чем реальность, то, что он получил, он предвосхищен. Согласна? Да. Вот смотри. Маркетинг, еще раз, это управление ожиданием клиента. Вот давай научимся управлять ожиданиями клиента. Если мы сейчас воспользуемся советом Ирины и пообещаем клиенту научиться жить, сразу два вопроса очень интересных. Первое. Какие клиенты к тебе придут на этот оффер? И второе. Сможешь ли ты им это дать? Вот как будто бы нет. Я просто так долго работала с суицидниками, простите, это так тяжело. Те, кто на грани, с депрессией, я просто была зеленая в тот момент. Верю. Поэтому и боюсь, понимаешь? Что вот как бы я понимаю, кого я притягиваю. Таша, не надо бояться. Мы сейчас говорим про очень твердую штуку, что исходя из нашего оффера, в который мы верим, мы притягиваем клиента. Если ты притягивала суицидников, значит, ты это транслировала, и они на тебя приходили. Вот я когда рассказывал со сцены именно про кризис свой, везде, где можно и нельзя, ну, ко мне какие люди приходили в кризисе, а я потом удивлялся, а что они мне деньги не платят? Ну, потому что они в жопе в кризисе. Понимаешь? И те, кто меня сейчас догоняет, старые клиенты, это клиенты, которые в жопе в кризисе, которые я цепанул 3-2 года назад. Я уже другой, но клиенты вот тебе остались, они еще догоняют меня, понимаешь? Мы всегда получаем то, что мы транслируем. Поэтому, если ты не хочешь работать суицидниками, а что ты должна сейчас в данный момент транслировать? Чтобы кого притянуть? Что хочешь притянуть? Если ты говоришь, что мне хочется давать жизни, энергию женщинам, то есть, получается, исходя из этого запроса, к тебе будут приходить безэнергичные, ну, слабые женщины. Ты хочешь с ними работать? Хватило, больше нет. А с кем ты хочешь работать? Это же важно. Смотри, мы сейчас склеиваем твое желание, оффер, и то, как тебя воспринимает история. Вот то, что ты хотела на первом разборе. Смотри, мне нравятся женщины, у которых огромный потенциал, очень много внутренней силы, и которым надо идти и принять, ну, по факту, и принять все свои желания, принять, что они достойны классных отношений, классного заработка. То есть, ну, есть просто категория людей, которые зарабатывают очень много, но у девочек что-то не клеится в отношениях, потому что страшно идти в слабость, в уязвимость, и так далее. То есть, вот этот вот баланс. Есть вот эти ресурсные женщины, которые ты сейчас описываешь, да? Что ты им можешь дать в виде ресурса? У тебя какой ресурс есть, которого у них нет или недостаточно, а ты можешь им дать? Что ты можешь им дать? Слушай, но я, это не очевидно по прошлому разбору, но я в какой-то момент все-таки умела выравнивать, что действительно отношения, которые, блин, ну, реально, мы очень классно наладили нашу жизнь. То есть, практически всегда я действительно подчиняюсь Саше, то есть, я в него верю и так далее. Вот. А где-то наоборот, я понимаю, где мне проявить вот эту вот агрессию и так далее. То есть, сбалансировать вот этот внутренний реально и огонь, и внутреннюю пластичность. То есть, научи, ну, реально позволите понять, что, блин, реально есть сильный мужчина, который будет... Вот это и есть твой оффер, Маша. Потому что до этого на первом разборе ты была 100% уверена, что твой оффер это женственность. Помнишь, да? Типа, я дам водичку. При этом у меня там в запазухе, блядь, огненный дышащий дракон. А сейчас мы с тобой, смотри, сформулировали, что ты баланс создаешь. Балански и огня. Ну, заебись, классный оффер. Хорошо. Вот в это я верю. Тут ценность есть в этом. Девушки, напишите, вы бы пришли на такой оффер? Ну, да, нет, просто напишите. Так, вот и Роксана бы к тебе пришла. Ирина. Анну тебе тоже надо. У меня есть что сказать. Я верю, я верю, я верю, Мария. Я даже уверен, что она тебя услышит. Вот, пожалуйста. Мне понравилось, да. О, смотри, сколько, я тебе клиентов уже нашел. Вопрос аудитории. Вам нравится, что сейчас происходит вот в разборе с Марией? Вот, то, что мы нащупали оффер, ее идентичность, чем ей надо заниматься, с какими клиентами работать, это же прикольно, это же охерительно. Вы видите в этом ценность? Вопрос. Риторический, естественно. Блин, это же пиздец, какая ценность. Прикиньте, вы найдете, чем вам заниматься по жизни. Вы в это поверите, вы начнете туда энергию выливать, вам пойдут клиенты. То есть, понимаете, самое большое счастье, вот лично в моей жизни и вашей тоже, заниматься чем-то, что ты не воспринимаешь как работу, потому что я вот кайфую, когда делаю разбор, мне прикольно, мне нравится говорить, мне нравится копаться в людях, мне реально нравится это, мне нравится помогать, да. еще за те деньги за это платят, хрена же, это же вообще мечта просто, ребят. Вот. Ты ответ получила, Маш? Да. Ну, мне Саш тоже самое сказал, но я решила еще найти подтверждение. Спасибо. Спасибо большое. Я готов за за денежки быть вашим подтверждением. Если вам надо, пожалуйста. Я вам готов разрешить, что хотите, подтвердить, что вам надо. Пожалуйста. Заходите. Так, друзья мои, ссылочка еще раз в чате. Давайте, нажимайте, оставляйте заявку, вот, и я вам помогу определиться с тем, чем вам заниматься, какой оффер сформулировать, с какими клиентами работать, чтобы вы кайфовали, зарабатывали нормальные деньги, а не как какая-нибудь там Ольга, условно, да, которая там мучается с кучей контрактов, проектов за 50 тысяч рублей, за 30, да, там ей там делают мозги и так далее, да, то есть я тоже через это проходил, я понимаю, насколько это сложно, да, поэтому, собственно, вот, если вы видите в этом ценности, а вы уверен видите, да, там, кто огонечки поставил, вот, я вас жду, что, пожалуйста, вот, ссылочка. спасибо, Маша, еще раз, Маша уже этот, бывалый человек, уже второй раз на разборе, мужа уже отправила на программу, мы с мужем, с Алексом уже увиделись на днях, там, я ему разбор первый сделал, вот, тоже там осознает, уже там, мысли уже пошли, как, собственно, со 150 тысяч рублей, человек, ему выйти на миллион, потому что, вот, открою секрет, который я буду объяснять на курсе, что, это абсолютно разные подходы, продать за 150 тысяч, за 300, за 500, за миллион, это абсолютно разные подходы, ребят, это абсолютно разные офферы, это абсолютно разные коммуникации, и работа с клиентом, абсолютно разные, вот, собственно, это и буду объяснять, потому что, Алекс уже научился на 150, на 300 продавать, прочитав книгу, стратегический маркетинг, да, мою, то есть, он ее там, как он описывал, он говорит, у меня она вся в закладках, а на миллион не получается, вот, так как я этот опыт получил за последние 3 года, я вам готов его передать, да, собственно, в чем отличие, чек за 150 клиента, чек за миллион, вот, в чем там отличие, и за что тебе платят здесь, и за что тебе платят вот здесь, окей, кто следующий, пожалуйста, кто хочет пообщаться? Макс, я хочу пообщаться, как я буду с ребенком, да, ничего страшного, у меня такой запрос, максимальный мой ежевичный доход, это было 100 тысяч в месяц, и я не могу никак пропить потолок, хотя я являюсь дочь предпринимательницей, у меня вот бизнес у родителей, я как в принципе, ну, для меня это норма, я это все вижу, что можно зарабатывать, но я не могу выйти выше. А чем ты занимаешься, Ирина? Скажи, пожалуйста, еще раз. Вот в том-то деле, что у меня идет расхокус, то я продюсирован, то я маркетолог, то я сейчас пытаюсь создать какой-то проект для экспертов онлайнов, но я думаю, хочу ли я работать с новичками, когда у них очень большие затыки, но я не психолог, я не могу не потянуть элементарно на их какие-то страхи. Окей, запрос понял. Смотрите, вот есть пять стадий развития эксперта, вот кому интересно, напишите мне в личку или Равилю, и скажите, хочу статью про пять стадий развития эксперта. Там прям очень подробно я описываю. Если вкратце, то та стадия, на которой застряла Ирина, это стадия формирования, собственно, своей экспертизы. Это как раз стадия до 150 тысяч рублей. То есть если вы зарабатываете до 150 тысяч рублей, Роксана, нужно писать мне в личку, не в чате к мне в личку, либо Равилю, в Телеграме. Если вы застряли до 150 тысяч рублей, значит вы пока что формируете, собственно, свою экспертизу, то есть чем вам заниматься. То есть, например, когда я плотно работал в маркетинге, я, собственно, определял себя. То есть какая у меня я концепция? Я кто? Продюсер, маркетолог, таргетолог, сммщик, контекстолог, автоворонщик, не знаю, и так далее. Давай сейчас вот с тобой определимся. Ты кто? Незови себя как-то. Вот у меня всегда была сложность, когда даже я проводила диагностики, меня спрашивали, кто ты. Я от этого вопроса уходила. У меня нет четкого запроса. Я вроде бы и не хочу быть продюсером, хотя я делала запуски. Я прям даже уходила от этого слова. Я говорила, что я там операционный директор. Я при этом и не маркетолог. Я не знаю, кто я. Смотри, от того, как ты себя называешь, идет стратегия поведения, результаты, которые ты получаешь, контекст, окружение, и все-все-все-все-все по пирамиде Дилса. Ты кто? Просто назови себя, кто ты? Не обязательно в работе. Как ты себя сейчас описываешь? Вот я творец. Вот чем бы я ни был, чем бы я ни занимался, у меня творчество везде. То есть я творю, когда занимаюсь с клиентами, музыкой, не важно. То есть я творец, я создатель, я создаю что-то. А ты кто? Предприниматель. Я прям предприниматель. Очень важный момент. Вот опять же, мы это на курсе, очень подробно будем рассказывать, описывать. Вот вопрос. Вот это твоя я-концепция, она тебя сужает или расширяет? Она меня расширяет. Нет. Нет. Смотри, когда мы выбираем себе я-концепцию, то эта концепция должна нам давать энергию, мурашки по телу и должна давать нам возможности. Исходя из твоего результата в 100 тысяч рублей, которые ты не можешь пробить, и исходя из того, что я не услышал, что ты занимаешься каким-то бизнесом и ты в смятении чем заниматься, концепция я-предприниматель тебя наоборот сужает. Она тебе ограничения дает. Угу. Согласна с этим? Согласна, да. Окей. Давай разберемся, а какие ограничения на тебя навешивает твоя же концепция я-предприниматель? Нет, четкое позиционирование, вот эти вот прям ограничения того, что я четких услуг нету. Ир, я тебе помогу. Но это тоже ограничение. Давай, я тебе помогу. Вот представь, что ты мечтаешь о Феррари, да? При этом по факту у тебя Жигуль. Угу. Вот не сильно больно было бы, если бы не было Феррари. То есть у тебя Жигуль, он как-то ездит, ты на нем катаешься и потом Жигуль можно поменять на Hyundai Solaris, потом Hyundai Solaris на Camry, потом Camry там на еще на что-то и в итоге дойдет Феррари. Но когда ты ездишь на Жигуле и рядом у тебя стоит Феррари, ты сравниваешь, ты понимаешь, что там, блин, вообще, не знаю, там как небо и земля, то тебя это демотивирует скорее. Вот что такое у тебя происходит, когда ты в смятении, не знаешь, как тебе 300 тысяч заработать, при этом у тебя концепция «Я предприниматель», которая на тебя навешивает какие-то ответственность и ограничения, понимаешь, что я говорю? Угу. Я понимаю, но я это не чувствую. Вот как бы вот прям, чтобы вести такой как бы диалог, я думаю, да, я это понимаю, а как ответить, я не знаю. Ну, давай помогу. Вот какая концепция на тебя не ограничения нависит, а возможности? Ну, вот это четко определить тебя, кто я. Это прям возможность. Что я даю клиентам, что я даю этому миру. Вот это, наверное. Ну, вот если ты хочешь что-то давать миру, ты кто? Ну, назови себя как-то. Отдающая, я не знаю, кто ты. Отдающая, однозначно. Так, хорошо. Какое еще слово-фраза тебя может описать? Как творец, но я творческий человек, это однозначно тоже по всему, по жизни. А теперь тебе вопрос. Вот взять концепцию я предприниматель, вот пирамидку, да, вот я предприниматель, и мы вот так вот от нее идем, и навыки, окружение, стратегии поведения там описываем, да, вот строим от я концепции, да. И вторая пирамидка, я творец, я отдающая. Отличаются в пирамидке, Ир? Да. Понимаешь, что я говорю? Понимаю. Ты понимаешь, почему я говорю, что эта концепция тебя ограничивает? Старая. Угу. Получается, надо идти как-то в новое, чтобы себя расширить? Я говорю про то, что твое описание себя в данный момент тебе не подходит. Мне вот кажется, я настолько зациклилась в ней, что я уже не вижу, какая я на самом деле. И я сама себя ограничу вот в этом болоте. Верно, ты себя ограничиваешь, потому что у тебя перед глазами пример родственников, которые были предпринимателями и являются. И ты взяла их концепцию, навесила на себя, и получается, она тебе тесна. Этот костюм тебе не помнит твой. И поэтому ты и не развиваешься, потому что энергия не течет. Ты когда-нибудь одевала корсет, когда ты вздохнуть даже не можешь? Да. Вот это оно и есть. Вот эта концепция, она как корсет у тебя. Класс. Я с такой позиции не смотрела. Я наоборот думала, что это дает какой-то мне опыт и возможность. Я всегда смотрю на факт. Вот знаешь, вот есть такая фраза у психологов, что первый запрос клиента, он ложный. Всегда. Ну, первая мысль, которая у тебя проскальзывает по отношению клиента на ложно и запрос у клиента ложно, то всегда нужно дальше копать. А как понять, что что-то ложное? Очень просто. Сравнить хочу и что имею по факту. Вот если бы ты мне сказал, Макс, я считаю себя предпринимателем, у меня уже есть бизнес, он мне приносит пока что 100 тысяч рублей, у меня тут конфликта нету. Тогда бы мы пошли в разбор, как тебе масштабируют твой бизнес. Но ты говоришь, я себя считаю предпринимателем, я не знаю, чем мне заниматься, я уже и то, и то, и все попробовал, и у меня только 100 тысяч. Понимаешь вот разницу? Я это понимаю, да. То есть твоя проблема это не целостность. То есть думаю, говорю, делаю разную. Угу. Как себя в 38 годиков найти? Да можно и в 50 лет себя потерять и найти заново. Вообще не важно, сколько вам лет. Было бы желание. Желание есть, но я прям себя пытаюсь пересобрать. Собственно, скажу еще раз очень важную вещь. Ребят, разбор, естественно, это демо. То есть мы с вами когда общаемся, моя задача не мир вам перевернуть и благословить там, и то у людей там штырит в чате, видите, да, там отзывы какие. Моя задача вам подсветить, чтобы вы увидели ценность решения вашей проблемы, да, какой-то. У всех она разная. Где-то перекликаются. Потому что невозможно решить вашу проблему за один разбор. Это нереально. Как бы я там каким гениальным бы ни был, понимаете. Это процесс. Даже привычка вырабатывается минимум за 28 дней. 28 дней привычка. А вы уж хотите, чтобы я за один день так щелкнул, сказал, не кури, да. Вы такие, о, да, Макс, я поверил, все, бросил курить. Возможно такое, конечно. Если у меня там сильный там магнетизм, измеризм включился, да, там я внушу что-то человеку, да, окей, у него там стрельнет, но скорее всего так не будет. Почему? Потому что даже если вам сильное внушение сейчас там, даже если вы сейчас со мной согласитесь, вы потом возвращаетесь в свою привычную среду. А ваша привычная среда работает следующим образом. Как? Как ты думаешь? Она, ваша, она, да, ваша привычная среда, она всегда выравнивает дисбаланс. То есть, если вы как, как сказать, вирус, попадая в эту среду, отличаетесь от этой среды, тут два варианта. У вас выплюнут из этой среды, либо сделают такой же, как вы были до этого. Понимаете? Угу. У тебя есть ответ, собственно, с чем работать? Со мной? У меня есть ответ однозначно, даже уже то решение, что я себя ограничила, и вот в этом и находила себя, я уже прям, да, у меня есть ответ. Супер. Все, буду рад тебя видеть на программе. Спасибо. Спасибо, Ирина. Так, давайте следующий. Давайте последний, чтобы мы долго не общались, да, потому что даже в университете делать перерывы, знаете, там, каждые 45 минут нужно пописать, водички попить, подышать воздухом, да, вот я могу и 6 часов разбора делать, просто вы, вы, устанете. Вот давайте последний человек, кто сегодня хочет пообщаться. Давайте мужчину какому-нибудь, а то что-то одни женщины, 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 вот. Кто, кто там хочет из мужчин? Хочется мужского. Может, Кирилл? Кирилл, ты как, ты с нами? Ну, я предложил. Артем, ты как, хочешь пообщаться? Привет, привет, Макс. Да, давай, пообщаемся. Да, введи людей в контекст, как мы с тобой познакомились, откуда ты меня знаешь и какой у тебя запрос, и, собственно, можно даже рассказать то, что я с тобой уже успел сделать там, во-первых, ну, я тебя знаю где-то, может, год, может, два, сначала, как раз, где-то вконтакте или там, в инстаграме познакомился, посмотрел, что ты вот как раз маркетолог, занимаешься как раз и комплексным маркетингом, не комплексным маркетингом, а как раз, как называть, стратегическим маркетингом, а потом посмотрел твой фильм, метрика моментов мне откликнулась, что у тебя был кризис, у меня там тоже там был, потом, с другой стороны тебя узнала как творческую личность, потому что я тоже занимаюсь творчеством, баю там, барабаном с тобой пообщались, вот, мой запрос был такой, познакомились мы уже лично с тобой на тренинге, там, блины, кстати, клави, если тут, то же привет, ведь, вот, запрос у меня был такой, что я сначала зашел, как ты сезаешь цели, но мы с тобой потом раскопали истинный, как бы, что вот я не могу пробить планку, трехсот, но вы как, сумма для меня миллиона, такая недостижимая цель, она вроде видна, но не дохожу до нее, вот, мы с тобой прошли, там, немножко поработали, с эмоциями, а не с ноуборда, и как бы цель, как ты себя ощущаешь, и так далее, сижу там до проработки, что со мной было там 24 года, когда я был в армии, думаю, что-то как-то на этом все, так, он так, то есть, твой запрос о плата прежнем, то есть, ты хочешь на 500 пометить, правильно? 500, там, миллион, в принципе, мы уже там и работали и с тремя миллионами, и так далее, конечно, тут уже, оно как бы у меня постоянно висит, потому что оборотка, в принципе, я могу 500 сделать, а вот до миллиона, раньше как-то было пару раз, но это разовые такие моменты, сейчас это уже немножко тяжеловато, вот, и кстати, вот первый разбор, там, Леонид, по-моему, назвали, вот какие-то сложности постоянно встречаются, да, там, буквально эти два дня, но я уже сегодня психанул, потом успокоился, ну ладно, какие пути найти, и так далее, вот, запрос мой, в принципе, так же, это финансовый, да, как дойти до миллиона, да, и, в принципе, уже потом, помню, ну ладно, потом напишу по поводу сложности, вот, ну, в принципе, вот, хорошо, Артем, вопрос тебе, что ты ощущаешь, если тебе сейчас дадут миллион рублей? Я сначала подумаю, что, типа, это, что случилось, что произошло, это нереально, там, так, дальше, а потом, в принципе, думаю, а почему он мне пришел, какой цель, как я так, как я так, пришел до того, что я получил миллион, то есть я начну анализировать. Как я докатился до жизни, да? Как я докатился до миллиона, вот, ну, и, ну, мне кажется, и внутри себя меня перевернет, что-то думает, значит, что-то, что-то такое я сделал, что-то произошло так, что, что-то сделал миллион, ты понимаешь, почему там миллиона нет? Не в состоянии в этом нахожусь. А ты его не хочешь? Смотри, ты на уровне ощущения, он тебе неприятен. Ну, в принципе, наверное, есть такое, да. Посмотри, простым языком, и всем объясняю, вот, одна из методик, которую мы будем отрабатывать на программе, это, а с чем вы ассоциируете эти деньги, которые вы хотите, типа получить? И выяснится, что в 100% клубик там негатив. Ну, у меня немножко как будто сложности какие-то появились. Хочешь поменять? Ну, конечно, хочу. С чем связано твое ощущение смятения, когда тебе платят миллион? Давай покопаем. Типа, что случилось? Как это мне? Типа, вот, с чем это связано? Как это будет? Какая похожая ситуация вызывает тебе похожие эмоции? Похожая ситуация, ну, скорее всего, это какой-то сложный проект, который, допустим, длится не один месяц. Вот, ну, ну, я разработкой сайтов просто еще раньше занимался, как руководитель. Вот. Думал с этим, что нужно что-то долго делать, там, какой-то проект, возможно, еще это оплата. То есть, смотри, у тебя сейчас есть определенная иллюзия, определенное предубеждение на тему того, за что платит миллион, да? Грубо говоря, да. Допускаешь ли ты, что есть люди, которые зарабатывают миллион намного проще, чем ты сейчас описываешь? Конечно, допускаю. Допускаешь ли ты, что, когда этим людям платят миллион, это не значит, что они мучаются с этим проектом, что-то долго делают и как-то там вот выгорает, перегорает? Ну, конечно, допускаю. А почему тогда у тебя нет в данный момент времени готовности стать таким человеком? Ну, есть ощущение, как будто, чем я сейчас на данный момент занимаюсь, и не тем я занимаюсь, чем нужно было бы. Ну, мы это уже обсуждали, помнишь, да? Да. Да, да, да. То есть, получается, что то, чем ты сейчас в данный момент времени занимаешься, это не значит, что на этом нельзя зарабатывать деньги, но конкретно тебе получается, да? Нет, в принципе, мне нравится, чем я занимаюсь, у меня получается, что у меня не получается большую сумму за свои услуги заработать. Давай так, ну, вот я тоже маркетингом занимался и занимаюсь, да? Угу. Как ты думаешь, у меня получается такие суммы зарабатывать? Ну, конечно, я же цепочку Тони Робинса прошел, уже понимаю, я тебе как раз про этот кейс рассказал, думаю, я думаю, цепочку клиентов прошел. Тогда вопрос, а вот почему, как ты думаешь, у меня получается, а у тебя вот в твоей сфере не получается? Как ты думаешь, в чем отличие у нас? В отличие, ну, с клиентами, может быть, окружение, может быть, рекомендации, там, и так далее. Нет. Как ты думаешь, как клиенты оценивают, сколько кому заплатить? Как ты думаешь, как это происходит? Я думаю, что с уверенностью, уверен человек о своих, о чем он говорит, там, в кейсах, может, еще что-нибудь. А откуда берется уверенность, Артем, как ты думаешь? Из энергии. Ну, как она образуется? Вот, почему кто-то уверен в своем продукте, а кто-то не уверен в своем продукте? Ну, если человек уверен, он понимает, что вот ему, допустим, он за свои услуги берет миллион, а получится там или не получится, но в любом случае что-то получится. У меня, есть кое-что. Вот, 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 вот ты сейчас назвал ключевую штуку. Вот, ребят, сейчас очень важный момент, самый важный за весь этот созвон, если вы хотите зарабатывать миллион в месяц. Кто готов послушать, напишите 111 в чате, пожалуйста, что вы со мной, чтобы я понимал. Вот, смотри, Артем и все, вот прям внимательно слушайте. В чем проблема, в чем сложно человеку, который зарабатывает 100-300, выйти на миллион? Вот, прямо сейчас, вот прямо рассказываю. Вот сейчас контент, который я никогда никому не рассказывал в открытую, вот сейчас с вами делюсь, ребят. и этого контента, опять же, будет очень много на программе. Прям вот слушайте внимательно. Если вы никогда не делали чего-то, как вы можете это продать? Вроде бы никак. Согласны? Соответственно, вот здесь и кроется гигантская проблема вот этого скачка со 100 тысяч на миллион, потому что 100 тысяч вы научились зарабатывать. Даже 300 вы научились зарабатывать. Вы никогда не брали с клиента миллион и как вы можете продать что-то за миллион, если вы не уверены в результате, когда вам заплатят миллион. Согласны? Поставьте плюс, если вы... Да, даже. Фанфары пошли. Плюс поставьте, если вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Если вы с этим согласны. Соответственно, самое сложное, ребят, самое сложное, то, что я вам буду помогать делать, это сделать первую продажу. Вот самое сложное, это сделать первую продажу на условно миллион рублей или 500 тысяч, сколько хотите. Техника, как это сделать, это вот прям авторская моя методика, как это делать. Она связана с программированием себя. То есть, нужно войти в такое состояние, я буду объяснять, как это делать, в котором вам реально поверят, что вы стоите миллион рублей, и вам заплатят миллион рублей, и вы будете готовы его взять и нормально все сделать. Если еще подробнее, что это значит, это значит, что смотрите, у каждого из вас есть рамка восприятия, она узкая, она сейчас на 100 тысяч, или на 300 тысяч, или на 500. Есть рамка восприятия клиента на миллион, который готов заплатить кому-то миллион. Ваша задача не расширить свою рамку, потому что это невозможно в данном случае для вас, а ваша задача строить ваш контекст в контекст клиента, тогда вам заплатят. Подробнее, ну, сейчас не буду рассказывать, но вот она суть какая. То есть, еще раз, вам не надо себя менять. Ваша задача запрограммировать себя таким образом, чтобы клиент вас считал как своего, и чтобы вы встроились в его контекст. Тогда у вас будет продажа, даже если вы этого никогда не делали. Вернемся, собственно, к Артему. Артем, я что-то сегодня не слию на инструменты, давай вот классную методику, которую я даю только в личной работе. Возьми сейчас листочек и ручку. Да, я как раз уже записываю. Нарисуй линию. Просто пока линию, да. В начале этой линии поставь 0 рублей. Какие у тебя сейчас ощущения, прям опиши их внизу, по отношению к тому, что ты что-то делаешь бесплатно? Результируй иногда бесплатно. Какие у тебя эмоции это вызывает? Ну, как будто себя обманывал. Пиши. Сейчас мы в ускоренном режиме это сделаем, просто эта практика она долгая, она глубокая, там надо прям сидеть рефлексировать. Я просто вам даю примеры того, что я буду с вами делать. Дальше 5000 рублей. 5000. Какие эмоции? Ну, какие-то маленькие деньги. Пиши. Маленькие деньги. 15000 рублей. Ну, обычный вроде чек, просто какая-то задача, которую можно помочь не создать. Окей, просто задача. 30000 рублей. 3000, но тоже недалеко как бы ушло. Делегирование там спокойное. 50000 рублей. 50, ну, надо посмотреть, то есть задачи и стоит ли это. Так, то есть как это назвать эмоцию? Какое слово хотят в Питере или что-то. Какие сроки или какая-нибудь волнуйся чуть-чуть. то есть выяснение деталей? Да, деталей. 150 тысяч рублей. 150. Но в принципе уже что-то более близкое в той работе, в принципе готов ее брать. Ну, и там уже нужно смотреть от клиента какие-то задачи, то есть какие-то инструменты подбрать и так далее. Ну, как и назвать. Ну, готовность что-то делать. Окей, у тебя сейчас напомню, какой средний человек твоих услуг? 75, ну, 50-75 где-то. Ты уже видишь проблему? Да. Какую? Мало беру за свои услуги и не хочется потом за эти деньги что-то делать. А, то есть смотри, мы уже накопали очень важную вещь. Дело не в цене, не в стоимости. У каждого своя ассоциация со своими ценами. Вот конкретно у тебя до 150 тысяч рублей негативная ассоциация с этими стоимостями. Согласен? Да. Сразу расписывал. Именно поэтому ты не берешь и не зарабатываешь деньги. Потому что у тебя негативная ассоциация с этими чеками и второй ты не хочешь делать. И клиенты это ощущают перед тем. Не все, конечно. Наверное, да, есть. Окей, дальше идем. 300 тысяч рублей. 300 тысяч уже что-то интересное. То есть есть интерес к проекту и готов уже вкладывать сюда полноценную энергию. Так, интересно. У тебя были когда-то проекты за 300 тысяч? В разработке сайтов только. Ну, да. Там как, прикольно было, интересно? Да, я закладываю концепцию, примерно там говорю, что нужно делать, рисуют прототип и дальше уже разработкой и т.д. Для тех людей, кто не понимает, не одупляет, что мы сейчас делаем. По сути, еще раз, дело не в деньгах, дело в отношении в этом к этим деньгам. То есть, вот если мы сейчас проанализируем ваши ассоциации с 300 тысяч рублей, у всех они будут разные, согласны? Напишите плюсы и согласны. И мы сейчас вот конкретно с Артемом разбираемся, какие конкретно у него ассоциации, да, чтобы понять, почему он дальше не идет в деньгах. Окей, 500 тысяч МКИ. 500 тысяч. В принципе, еще больше интерес к предыдущим МКИ. Так. есть уже какой-то небольшой подъем, то есть, буквально 500 тысяч. Кто-то, значит, меня, допустим, как-то увидели во мне эксперты и так далее. Вот. Увидели во мне эксперта. То есть, до этого не видели, а сейчас увидели. Ну, да. Так, пиши. Я уже понял примерно буду раскладывать, но после этого продолжения у вас вообще мозг раком встанет. Вы настолько переосмыслите вообще, как вы зарабатываете деньги, что, ну, типа, вот так это просто будет. Пока не буду давать, да, вот, бесплатно, да, но с Артемом мы завершим. Артем, как ты думаешь, если ты хочешь зарабатывать миллион рублей, при этом обесценивая все, что ниже 150, даже 300 тысяч рублей, сможешь ли ты взять миллион, Артем? А если обесценивать, то не смогу. То есть, не будет. Следующий вопрос. Твоя ловушка сознания какая? Не только твоя у многих. Может ли быть так, что человек сначала заплатит 5000 рублей, потом миллион? Может быть так? Конечно, не может. А у тебя не может? Ну, есть так, да. Может ли быть так, что человек зайдет, заплатит 50 тысяч, а потом пролонгирует контракт на 500 тысяч? Может быть так? Да. А у тебя не может? Ты видишь проблему? Да. То есть, надо по сути складываться в те же самые 15, 5 и 30 те же самые, как и в миллион. Что такое сумма денег, которую вам тратит? Это степень доверия клиента по отношению к вам. Согласен. Вопрос. Если у меня люди купили книгу, они потом могут у меня за миллион рублей что-то купить? Да, конечно. А если бы я как ты обесценивал эту продажу за 5 тысяч, меня потом покупали бы за миллион? Нет. То есть, получается, ты уже на стадии знакомства тебя как с экспертом, с клиентом ты обрубаешь. Ты говоришь, мне это неинтересно, это не нужно. Следующий вопрос. Хоть ты пока и не заплатил, но я вижу твои попытки в гид-курсе вот тебе вопрос. Ты же сам рассказал, что ты начал со мной коммуникацию, прочитав мою книгу. Помнишь, ты рассказал? Нет, не книгу, то есть... Фильм, там вот что-то, да? Фильм, да, прям фильм. Это же бесплатно было, правильно? Да. Дальше мы с тобой увиделись на тренинге Полины Большаковой и я так же бесплатно с тобой пообщался и разобрал тебя на улице, да? Да, мне получил приятное лик, лучше тобой пообщаться. К чему может привести наше общение к 500 тысячам рублей, согласен? Да, но уже в принципе рядом. Вот тебе пример. При этом вопрос, я тебе что-то продавал активно там, скажи? Нет. Нет. То есть я даже не продавая тебе продал, понимал? Вопрос, вот твоя логика, чтобы ты ее поменял сегодня. Нужно ли, вопрос, ключевой вопрос для всех вас, нужно ли клиентов как-то делить на тот, кто может оплатить, не может оплатить, сколько он тебе заплатит? Исходя из того, что сейчас мы с тобой разобрали, нет, не нужно? Нет. Единственное, что вы можете делать и должны делать, это по вашим ощущениям кому-то отказывать, а кому-то нет. Вот ты мне лично откликаешься, а так как ты меня откликаешься, мне с тобой прикольно, и тебе со мной прикольно. Вот это ключевое, вот это ключевое, не потому, что кто-то может мне деньги заплатить, кто-то не может, а потому, что мне кто-то откликается, понимаете? Я не доллар, чтобы всем нравится, и не юань, как вот сейчас в тренде юань, да? Но, вам просто пример. Вот Юлия Савельева не даст соврать, вот у нас среди организаторов была потимат, женщина, которая ко мне сначала пришла четыре года назад на консультацию, она мне стоила двадцать пять тысяч рублей тогда. Я на нее посмотрел, на эту потимат, думаю, господи, что с нее взять? Она работает в клинике, маркетологом, зарплата сто двадцать тысяч рублей в месяц, господи, ну ладно там, провел ее консультацию, забыл про нее. Через две недели она покупает у меня комплексный маркетинг, курс за тридцать пять тысяч, я говорю, ну ладно, пусть занимается. После этого она покупает у меня наставничество двухмесячное, тогда оно стоило сто пятьдесят тысяч, мы бы с ней позанимались. После этого мастермайн за триста, после этого тренинг живой за пятьсот тысяч, после этого за пятьсот тысяч партнерства, чтобы тренинги мы организовывать. Она мне занесла больше полтора миллиона рублей, но если бы я тогда подумал о том, что она не мой клиент, я бы не заработал эти полтора миллиона рублей. Следующий вам пример, Александр, который первый оплатил программу за пятьсот тысяч. Мы с ним увиделись на разборе, он ко мне приходил на бесплатный разбор, или там пять тысяч он стоил, не знаю, год, больше года назад. Вот если бы я тогда решил, что хер ли взять с этого Александра, заплатил ли бы он мне сейчас пятьсот тысяч? Нет. Я не мысляю такими категориями. Понимаете, вот многие мыслят, как нужно продать здесь и сейчас. Вот нужно сделать запуск на сто миллионов. Вот если я не сделаю запуск на сто миллионов, а для сто миллионов мне нужно десять тысяч человек прогреть, то я типа херня не эксперт. Полная чушь. Потому что в консалтинге, чем я занимаюсь и чем я вас буду учить, другая модель. Модель настраивания отношений я с клиентом. Вот многие, кто сейчас в чате находится, на этом разборе, вы меня уже читаете год, два, три, четыре, пять лет. Понимаете? Прикиньте, какое долгое взаимодействие. Кто-то уже у меня что-то покупал и не один раз покупал, вы все равно приходите ко мне. Это же охерительно. Вот если посчитать вот модель моего бизнеса, то у меня два ключевых параметра. Средний чек и ЛТВ. В каких-то бизнесах количество клиентов важное, как у Туаяза. Ему похер, кому было продавать, главное, чтобы больше бабла, больше клиентов. Настрич бабло, понимаете? У кого-то конверсия высокая, кто-то охрененно продает. Я не суперпродажник, честно скажу. Я не умею, знаете, на эфире так затащить, чтобы меня 100% купили. Но я точно знаю, что вы у меня когда-то купите точно. Может быть, не сегодня, завтра, послезавтра вы купите. То есть конверсия не моя тема. Окей, дальше идем. Маржа. Я не супер бизнесмен, знаете, у меня как бы, ну, нету 100% маржи. Так что, у меня есть издержки. То есть, если взять все рычаги, вот еще раз говорю, мои два ключевых, чему я вас буду учить, еще раз, это ЛТВ и средний чек. Исходя из этих двух параметров, вы уже сегодня можете миллион иметь. Уже сегодня. Вам не нужно запуски делать. Вам не нужно прокачивать личный бренд. Вы уже сегодня можете соседу продать за миллион рублей что-то. Прикольно же. Еще раз, есть на рынке две модели. Есть модель запуска инфобизнеса, есть модель консалтинга. Модель запуска инфобизнеса, который учат Тимочка, Михаил, Афонина, там, этот, Митрошина, Нелли Армани и все прочие. Чему они учат? Что условно, нужно собрать аудиторию, ее прогреть и что-то им продать. Чему я учу в консалтинге? Я учу тому, что можно продать любому человеку за нормальный чек, только важно не количество касаний, а качество. Качество касаний. То есть не ста людям позвонить и сказать, купи у меня курс, а провести, как я, четыре разбора на каждого из вас, тратя по часу, зная, что вы потом купите. Все, вот моя модель. Получается, что вам не нужно куча аудитории в социальных сетях, вам не нужно уметь продавать, вы просто по моей методике правильно общаетесь с клиентом, выстраиваясь с ним отношения. Все. Я тебе больше скажу, Артем, я тебе даю задания, которые даю, опять же, на курсе. Вот тебе задание сегодня. Берешь свою телефонную книгу, звонишь своим бывшим клиентам, спрашиваешь, как у них дела. Я уверен, что не все там скажут, иди ты нахрен, ты плохо нам сделал. Есть там, которые довольны. Звонишь и спрашиваешь следующий вопрос. За что вы мне готовы заплатить 500 тысяч? Ты у них спрашиваешь. Сегодня, конечно, уже поздновато у нас, сейчас еще. Можешь завтра. Окей, можешь завтра. Звонишь минимум 10 людям, отчитайся потом в чате. И спрашиваешь, за что вы мне готовы заплатить 500 тысяч? Тебе люди сами скажут. Естественно, тебе нужно согласиться, если это адекватное предложение. Все. Все. Простейшая методика, ребят. В чем она заключается? Не надо додумывать за клиента. Спросите. Просто спросите. и все. Я на самом деле уже проводил одно. Я говорил по 300 тысяч двоим. Один испугался, что ты меня заказами завалишь, а второй, пока ничего такого не сказал. но, в принципе, вот еще раз повторю, попробую. 500 только, 500 тысяч. Да, да. Надежда пишет, это супер методика, я так новый бизнес открыл. Вы знаете, вот есть даже отдельная книга, по-моему, она так и называется, открытая коммуникация. Вот я очень люблю читать, вы знаете, да, вот прям у меня очень классная книга, мне очень понравилась. В чем смысл? В открытой коммуникации, если вы что-то хотите, не додумывайте, не галлюцинируйте за людей, за клиентов. Спросите. Например, вот я вас спрашиваю, а что вы не покупаете? Вот, я вам предлагаю культ, что вы не покупаете? Вот, можете ответить. Ну, Артем хочет, у него проблема с правосрочкой. Окей, а вы что не покупаете? Я честно спрашиваю, вы честно мне ответьте, пожалуйста. Ну, не бойтесь, давайте, говорите. Ребят, мы тут уже, как минимум, мы с вами знакомы два часа уже, даже больше. Давай, вот Роксана пишет, Макс, обожаю тебя. Так, Роксана, что не покупаешь? Я могу голосом выйти. Давай, давай, давай. Слушай, пока просто настолько уже перенасыщена разными программами, и сейчас хочу именно не в потоке, знаешь, мне безумно все откликается, а хочу постепенно, то есть вот по полочкам прочитать книгу стратегический маркетинг, посмотреть фильм, погрузиться в это все и уверена, что я зайду к тебе в работу, но чуть позднее. Отвечаю так же честно, мы же тут честно говорим. Да. Готово к честности. Точно готово? Давай. Да, да, давай. Хорошо, честно тебе рассказываю, не зайдешь. Объясню, почему, потом я имею в виду. Объясню. Ты говоришь, я перенасыщена информацией. Если бы ты была перенасыщена информацией, сидела ли бы ты здесь третий час? Скажи, пожалуйста. Нет. Наверное, знаешь, да. Подожди, ну, это простая логика. Смотри, если бы ты была перенасыщена информацией, ты бы не сидела и не добирала третий час от меня что-то. Согласна? То есть тебе ответы пока что не дали. Те, которые у тебя придут к результату. Согласна? Да. Следующий момент. Ты сказала, я хочу разложить все по полочкам. Именно этим и занимаются коучи-наставники. Когда вы потребляете хреновую тучу информации, которая не структурирована вообще, и которой вы не понимаете, что сейчас смотреть, что потом, именно для этого и нужно нормальное обучение, нормальный наставник, который из вашего мусора в говне, вот в башке вот вашей, да, он выцепит вот это ключевое, скажет, иди вот этим, занимайся, Роксана. Именно это тебе даст результат именно сейчас, не через год. А когда мы откладываем, как ты говоришь, я зайду потом, это значит, нет доверия прежде всего к себе. Ко мне-то доверие есть, я точно знаю, ты тут не сидел туда. Доверие к себе. Я бы, да. А доверия к себе нет. Почему? Потому что есть куча страхов, с которыми сама ты не справишься. И они не улетучатся через три месяца. Понимаешь? Страх, недоверие к себе, что ты можешь сделать этот результат. Этот страх, он никуда не уйдет через три месяца, через полгода, через год, он также будет в тебе сидеть. Ну, с ним же надо работать, Роксана. Понимаешь? Макс, вот знаешь еще, наверное, в чем проблема? Вот, недоверие к себе и уже прошлый опыт, то есть, прям очень много раз делала-делала и не получалось. есть такое возражение. Сразу, собственно, вам вопрос. Если Макс Белоусов вас добавил в чат, вы читаете отзывы, понимаете? По-моему, там уже, ну, человек 50 написал, и какой я пиздатый классный, и как я помогаю людям. Это рад. У меня есть отдельный чат, Телеграм. Я могу вам скинуть ссылочку сейчас. Вы просто полистайте, посмотрите, какие чеки люди там зарабатывают. Если бы я это фотошопил, все, я бы охуел, если честно. Понимаете, есть так называемое математическое ожидание. Вопрос. Если Макс Белоусов делает запуски максимум на 20-30 человек каждые полгода, и все эти 20-30 человек довольны, если бы они были недовольны, про меня бы уже кучу говна бы в интернете бы написали, согласны? Тем более за такой чек. Если человек заплатит 300 тысяч и недоволен, я думаю, что я бы везде уже, блядь, был бы, понимаете? Ну, что хотите? Понимаете, эти люди что-то не пишут, ничего. Может быть, вопрос в чем? В том, что вы верно в себе не доверяете. То есть, что бы я тебе не сказал, как бы я тебе не продавал, какая бы охуительная программа сейчас не была, ты не зайдешь. Так вопрос, а когда ты поменяешь свое отношение и готовность что-то делать, Роксан? Ты пока говоришь, я сейчас этот отзыв пропустил. А дайте буквально пару слов по поводу прошлого негативного опыта, связанного с другими там наставниками, экспертами, курсами и так далее. Здесь очень простая логика. Мы же помирать не собираемся, нам по-любому жить дальше надо. А попытки продолжать достичь успеха, они не прекратятся, потому что этого в любом случае хочется. И остается единственный вопрос, какую следующую попытку, с кем и каким образом реализовать. Ну, то есть, прошлый опыт, да, он был. он типа болючий, вы там деньги теряли и так далее. Ну, а и что теперь? Это прошлый опыт. То есть, мы помирать не собираемся, мы все равно живем дальше и хотим успеха. Значит, просто ищем другие варианты в это все. Вот, наверное, я поэтому и здесь с вами. Ну, пойдем к нам на программу. Ребята, я вам даю, смотрите, я лично вам даю свое большое обещание. Знаете, я ненавижу продажи, но мне надо продавать, чтобы зарабатывать деньги, да? Поэтому я не продаю, я рекомендую советы. Вот я искренне вам сейчас даю большое обещание каждому из вас, кто зайдет на это обучение. Что первое, это самое хуйительное обучение в вашей жизни будет? Я об этом уверенно говорю, потому что я знаю, чему обучают остальные. Я даже знаю первоисточники. Я даже знаю первоисточники первоисточников. Я на них ездил и изучал там информацию. Это первое. Второе, хуй вы найдете человека, у которого такой опыт, как у меня. Вот тыкните мне любого инфобизнесмена и скажите, что у него опыт больше, чем у меня. Я с вами поспорю. Найдите мне хоть одного, блядь, маркетолога, который работал с таким количеством экспертов, как я. Ну, хоть одного назовите мне. Афонина, с кем работала, скажите, пожалуйста. Игорь Ман, блядь, какие у него кейсы, скажите. Вот он, блядь, рассказывает про маркетинг. Он, блядь, что делал, скажите. Петр Осипов, какие у него кейсы, кроме того, что он там и закрывает свои, блядь, комплексы по поводу мамы, блядь, на аудиторию в 300-500 человек на метаморфозах, которые он, блядь, спиздил у Тони Робинса, понимаете, при мне причем, в Майами, когда я был. Вы мне назовите хоть одного? Дашкиев. И чего? Дашкиев, который, какой у него бизнес? Что у него там, неоновый бизнес? Что он там, лампочки? Заебись, класс. Михаил Гребенюк? Кто? Кто? Кто ваш кумир? Скажите, пожалуйста. Кому вы хотите деньги занести, а не мне? Мне просто интересно. Окей, дальше пойдем. Ответа нет, я так понимаю. Третье. Вы где-нибудь встречали, чтобы вам дали, блядь, твердые навыки и психологию? Вот назовите мне тоже такой курс. Чтобы вас научили, блядь, деньги зарабатывающие, с башкой вашей поработали. Где вы такое видели? Скажите, пожалуйста. Я не видел. Четвертый момент. Вы где-нибудь видели человека, который настолько искренне, искренне, честно описывает свою жизнь, как я? Что у меня кризисы, блядь, что у меня жопы случались, что я вот в книгах все это описываю, понимаете? Вы где-нибудь такое видели? Я вот не видел. Я видел только, чтобы, ну как, напускная какая-то картинка создается, знаете, флер такая, знаете, вот иллюзия, типа вот, я там в больнице лежу под капельным своими хуево, там, блядь, заплатите мне деньги, понимаете? Где вы еще видели человека, который сам себя сделал, как я? У меня родители, актеры, театр, кино. Я вообще, блядь, маркетинг не изучал. Я, блядь, пошел в маркетинг за 37 тысяч рублей работать и с ММ-специалистом. И тогда уже я поработал с артистами Blackstar, потом я стал партнером этого рекламного агентства. Кстати, один из моих партнеров, он сейчас продюсирует Моргенштерна, чтобы вы знали, да? Rimes Music можете набрать, и Римий Савиев. Мы с ним на Шри-Ламку летали. Тогда я заработал свои первые 300 тысяч, начал работать с Гондопасом, с Аязом и так далее. Где вы видели такого человека, чтобы он сам себя сделал? Нет сейчас таких инфобизнесменов на рынке, ребят. Я вам сейчас честно, искренне говорю, у меня наболело, я честно скажу. И мне больно смотреть, как вы бабло несете каким-то мудакам. Вот серьезно. Мне реально больно. Какая-то Нелли Армани, кто это, блядь, такая? Какие у нее кейсы, кроме Митрошиной? Ну, она, блядь, гуру, ёпта, инфобизнеса. Дальше берем Афонина, который один кейс, Петр Осипов, которого она продвинула. Блядь, ребят, вот если вы маркетологи здесь сидите, мне кажется, сильно мозгов не надо, чтобы на текущую, существующую гигантскую базу Петра Осипова что-то запустить. Другое дело Тони Роббинс. Знаете, когда я приходил на Тони Роббинс проект работать, я вбивал в Яндекс.Вордстате, в Гугле, сколько людей вбивает Тони Роббинса в поисковике, там было 120 человек. Я собрал олимпийский, 28 тысяч человек. Вот это кейс, блядь, понимаете? Поэтому, ребят, вот, ну, я не продаю, я говорю по фактам. Если вы не покупаете, вы долбоебы, честно скажу. Вот искренне вам говорю, вот вы полнейшие долбоебы, потому что вот круче продукта, я не знаю, вот честно. И вы ни хера не поменяйтесь, ни за полгода, ни за год, ни за два, ни за три. Вы также будете в гамне сидеть в жопе своей, понимаете? Извините, там, кто там с детьми сидит, ну, сорян, как бы, да. Поэтому, еще раз, вот после сегодняшнего эфира я хочу, чтобы вы сегодня сделали одно ключевое действие. Спросили себя, хер ли я жду? Вот чего я жду? Чтобы ко мне Иисус Христос спустился и сказал, ты готов, иди продавай, не будет этого. Ко мне Иисус Христос не спускался, я сам из жопы вылазил. Если вы хотите сами, пожалуйста, идите, пробуйте. У меня на это ушло 10 лет. На осознание того, как зарабатывать эти деньги. Хотите, пожалуйста, идите, пробуйте. Идите, чтобы на вас в суды подавали, как на меня подавали. Идите, через кризисы проходите. Идите там, блядь, отрабатывайте маму, папу, там, я сколько денег, блядь, потратил на тренинг. Идите, тратьте, пожалуйста, это же время, деньги, ресурсы. Хотите долго? Идите. Я могу быстро, а вам хочется долго, например, окей, пожалуйста. Кто-то любит БДСМ, идите БДСМом занимайтесь, хорошо. Ребят, еще раз, если бы вы мне были чужие, реально, я бы так с вами не разговаривал, реально, вы все мне родные. Каждый из вас меня читает, год, два, три, кто-то у меня что-то уже покупал, понимаете, вы для меня родные люди. Блин, ну что вы ждете, ну реально, елки-палки, пойдемте кайфанем, 30 человек всего, вот блин, пойдемте кайфанем, друг от друга просто. Я вам гарантирую, сука, у каждого из вас будут результаты, у каждого из вас. Пойдемте, со мной вместе, если вы мне доверяете. Вот, собственно, мой посыл, аллилуйя. Знаете, мне кажется, мне надо было баптистом быть, понимаете, в церкви где-нибудь, знаете, поверю в Иисуса. Окей, ссылка, вот, сейчас кидаю, еще раз говорю, вот, нету ни одной причины, ни одной, если у вас есть, знаете, как вот, когда женятся, спрашивают, есть ли у кого-то возражение, чтобы эти люди поженились. Вопрос вам, есть ли у вас сейчас ко мне возражение, что ко мне не надо идти заниматься? Вот, скажите его сейчас, либо замолкните навсегда. Скажите, я отработаю любое возражение. Если вы не верите, что я деньги на консалтике зарубил, пожалуйста, я могу скриншоты показать. Вы не верите моим кейсам, окей, я могу там информацию, вам дать. В чем ваша проблема? Скажите, пожалуйста, в чем? Все, я это, вытащил из себя эмоцию, хорошо. Вот ссылка, ребят, все, вот, переходите по ссылке, вот, занимайте свое место, пока я цены не повысил, а то что-то общаясь с вами, думаю, может, я бы мало ценник поставил за такую херительную программу. Идите себя там, найдите в этой программе. Вот, идите, и вот найдите прежде всего себя в этой программе. я-то уже давно себя нашел, понимаете? Этот навык будет вас кормить всю жизнь, чем бы вы ни занимались. Неважно, там носки шьете, не знаю, там маркетинг. Консалтинг, это умение монетизировать свой, блин, опыт. Он всем нужен, этот навык, абсолютно. Где бы вы ни находились, какая бы ситуация не была в стране. Я даже на Бали продавал свои услуги. Я приехал на Бали, я вообще ни хера никого не знаю. Я там закрыл двух клиентов по 500 тысяч. Потому что я умею это делать. Прикольно, прикольно. Прикиньте, у вас будет навык, какая бы жопа ни случилась, вы всегда можете кому-то что-то продать за 500 тысяч. Как бы вы себя ощущали в этот момент? Ну, прикинь, вот чем бы ты ни занимался, неважно, там бизнес, не бизнес, там в декрете, ты там 10 детей, 20, носки ты шьешь, там амурских тигров спасаешь. Ты всегда можешь кому-то что-то продать за 500 тысяч или за миллион. Ах, хрена же. Прикиньте, насколько вы в себе будете уверены, насколько у вас будет безопасность просто зашкаливать, когда вы будете понимать, что вы всегда сможете любому человеку что-то продать за миллион рублей. Ах, хрена же. Вас кто такому научит? Ирина пишет, к себе возражение, я сейчас не найду 500к, найди 300, возьми в рассрочку, ребят. Ну, вы же, блин, все взрослые люди. Понимаете, вот многие говорят, я не люблю кредиты и рассрочки. Вы знаете, что вся Америка живет в кредите. У них в кредит медицина, у них в кредит машина, у них в кредит здание, у них в кредит образование детей. Понимаете, ничего, живут нормально, все кайфуют. Если вам реально что-то надо, вы же себе покупаете в кредит айфон, правильно, в рассрочку. Вам айфон приносит деньги? Нет, это пассив. Вообще, шустрый. Машины же покупаете себе кредиты, дома, понимаете. Ну так, а почему нельзя в себя инвестировать, я не понимаю. Следующий момент, вы скажете, мне страшно, если я сейчас куплю за 500 тысяч или за миллион, а куплю ли я эти средства. Есть же такое возражение? Окей, отрабатываю. Я три месяца вас буду учить, как закрывать на 500 тысяч на миллион. Какой шанс того, что три месяца занимаясь, вы ни одному клиенту не продадите, вместе со мной, занимаясь, за 500 тысяч. Вот какой шанс, как вы думаете? Мне кажется, минимальный. Тем более, еще будет 30 человек, которые то же самое будут делать. Вы еще в группах будете работать, взаимодействовать, понимаете. Опять же, не верите вон отзывы. Вот просто полистайте отзывы с чеками людей, которые зарабатывают деньги. Уже. Кирилл пишет, страх, что сольюсь. Именно поэтому 500 тысяч. Если б стоило 50, ты б слился. За 500 ты не сольешься. Ты будешь полным идиотом, заплатив кому-то 500 тысяч и не занимаясь, и не отбив эти деньги. Ну, это правда. Окей, коллеги, все. Спасибо вам, спасибо Артему, спасибо каждому, кто был на разборах. Спасибо, Дима. До встречи. Ссылочка сейчас появится в общем чате. Не тупите, занимайте места. Все. Пишите Равилю, если есть вопросы. Все. Покеда. 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 Покеда.